МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире мы также озвучим вопросы, которые были приняты заранее посредством официального сайта правительства Камчатского края через интернет-приемную. Кстати, вопросы мы будем принимать на интернет-приемную в течение всего эфира. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь. А также у нас будут видео-вопросы из отдаленных районов Камчатки. Кроме того, в крупнейших городах Камчатки работают наши передвижные студии. Сейчас там тоже собираются жители региона, которые смогут задать свой вопрос губернатору. Помогать нам в работе с гражданами будут наши коллеги из информационного агентства Камчатка. В Петропавловске-Камчатском это Анна Истратова, а в Елизавете это Михаил Рудько. Владимир Иванович, мы когда готовились к прямой линии, мы проанализировали вопросы, которые поступали к нам в прошлые годы. Я напомню, что первый у нас такой итоговый эфир прошел с вами в 2012 году. Так вот, если посмотреть вопросы, которые поступали от жителей в студию, то добрая половина тогда касалась в первую очередь коммунальных проблем и состояния центральных дорог не устраивала людей. Ну вот по вопросам людей каждый год мы видим, что ситуация в крае меняется. Люди все чаще стали задавать вопросы больше о развитии своих сел, поселков, городов. И много вопросов по спорту, по культуре. А сейчас все чаще приходят вопросы не столько связанные с какими-то коммунальными серьезными проблемами, сколько с улучшением жизни, с благоустройством. Ну, тогда с благоустройства я предлагаю начать. Жалоб на состояние основных магистралей действительно практически нет. Их меньше стало, и это объективно. Но вот состояние межквартальных проездов и придомовых территорий еще много очень вопросов и нареканий вызывает. Владимир Иванович, и основные, кстати, вопросы по Петропавловску-Камчатскому именно идут. Есть ли планы по благоустройству дорог в жилых массивах краевой столицы, вот в этой части? Ну, знаете, я не погрешу против истины. Скажу, что практически все населенные пункты Камчатского края нуждаются в работе по благоустройству, по комплексному решению этих проблем. Петропавловск не исключение. Понимая это, мы еще 4 года назад запустили программу по благоустройству. Она активно у нас работает на территории. За это время удалось в пяти районных центрах провести работы по благоустройству, положить асфальт, обустроить тротуары, ливневки, освещение. И мы ежегодно на эти цели направляем порядка 1 миллиарда рублей. Даже чуть больше миллиарда было выделено и в этом году. Конечно, основные работы и основные средства были выделены в нашем городском округе, Петропавловск-Камчатском, это порядка 700 миллионов рублей. Вы знаете, достаточно большой объем работ был сделан на дорогах города. Но то, что касается межквартальных проездов, придомовых территорий, это правда большая проблема. И, конечно, этим надо всерьез заниматься. Мы договорились с руководством города о том, что в следующем году из средств, которые будут выделены на программу благоустройства, большие, а их порядка 600 миллионов рублей сегодня запланировано на эти цели, мы, конечно, пустим на то, чтобы провести значительный объем работ уже в микрорайонах города, для того, чтобы привести в порядок и придомовые территории, и межквартальные проезды. Но, вместе с тем, понимаем, что это нужно делать не только в Петропавловске, это нужно делать и в других населенных пунктах, и в близлежащих, и в Елизово, и в Вилючинске. Мне вообще нравится сегодня настрой руководства города Елизово, Вилючинска. Есть желание большое что-то там изменить. И, конечно, мы, безусловно, объем средств на эти цели будем увеличивать, исходя из тех программ, проектов, которые будут предлагать руководства муниципалитетов. Но это большой объем работ, который может дать, и не один год на него может уйти. Конечно. Вы знаете, мы ведь не собираемся эту программу по благоустройству завершать. У нас впереди, в следующем году закончатся работы по асфальтированию и благоустройству села Соболево. И мы перейдем в село Теличики, Литовское районное на очереди Ассора и другие населенные пункты. Поэтому объем работы колоссальный. Я вначале об этом сказал, что сегодня нет населенного пункта на Камчатке, который не нуждался бы в таких работах. Поэтому обязательно этими работами будем заниматься. Спасибо, Владимир Иванович. А я еще раз напомню, что второй год подряд мы организовываем прием вопросов от жителей края посредством интернет-сервиса на сайте правительства региона. Еще раз скажу, что он работает и сейчас. Поэтому, если не можете дозвониться, пожалуйста, можете отправить свой вопрос на интернет-приемную. В течение эфира мы будем в том числе озвучивать вопросы, которые поступят нам из районов, видео-вопросы. И сейчас возвращаемся к интернет-приемной. И вот первый вопрос. Вы знаете, вот всегда очень приятно, когда люди, живущие в каких-то населенных пунктах, в наших населенных пунктах, хотят что-то изменить. И, конечно, то, что сегодня граждане проявляют такую активность, это очень такой важный аспект. То, что касается колхоза Ленина, вот Сероглазки, название красивое. Но у нас действительно в Петропавловске очень много мест, которые требуют внимания и обустройства для того, чтобы там было комфортно, приятно проводить время. Я так полагаю, что власти городские уже этот вопрос услышали. И, наверное, в самое ближайшее время поработают по этому скверу, потому что, кстати, Сероглазки, и поймут, кто там собственник, что там необходимо сделать. И обязательно в комплексную программу 2018 года они этот объект включили для того, чтобы там все необходимые работы провели. Но я думаю, что и те предприятия, которые сегодня находятся в том районе, там и колхоз Ленина, он, кстати, руководство колхоза Ленина очень большое внимание уделяет социальным проектам, они помогают. Но там есть и Камчатский продукт, есть терминал Сероглазка, вот вновь развивающиеся предприятия. Поэтому я думаю, что они все помогут для того, чтобы обустроить этот сквер или какой-то другой на этой территории. Я знаю, что поселок Геологи нуждается тоже, кстати, в таких же работах. Вообще, еще раз говорю, в городе Петропавловске очень много мест, которым нужно приложить руки для того, чтобы они соответствовали сегодня каким-то понятиям о комфорте. Но, вы знаете, ведь сегодня, вот в этом году в стране, и на Камчатке в частности, заработала федеральная программа создания комфортной городской среды. Причем основная цель этой программы в том, чтобы жители сами ее сформировали, сформировали перечень объектов, которые нуждаются сегодня в благоустройстве, в каких-то работах. И я должен сказать, что Петропавловск-Камчатский, это, конечно, такой активный в этом плане город. Я знаю, что порядка 30 миллионов рублей было выделено из федерального краевого бюджета для того, чтобы провести работы по тем заявкам, которые были оформлены. Но этих денег не хватило, и глава города принял решение о выделении еще 24,5 миллионов рублей для того, чтобы удовлетворить все заявки, которые вот в этом году поступили. То есть есть прекрасная возможность сегодня у жителей города Петропавловска, Елизова, Верючинска в этой программе поучаствовать. Мы понимаем ее необходимости, мы создали свою краевую программу, куда все эти проекты войдут. И поэтому, конечно, очень важно, чтобы активные жители проявили свою активность, извините за тавтологию, с тем, чтобы в следующем году мы сформировали перечень объектов, на которых необходимо выполнить работы по благоустройству. Мы считаем, что дело очень нужное, и, безусловно, все эти, значит, такие программы, они очень востребованы, они у нас будут работать обязательно. Но жители Сероглазки уже могут тоже начинать писать заявку. Пусть не сомневаются, да, у них обязательно в сквере работы проведут. Владимир Иванович, год у нас заканчивается, и вот, исходя уже, можно сказать, из многолетней практики, видно, что под конец года всегда поднимают, ну, по сути, одни и те же вопросы. Ну, или касаются одних и тех же сфер, когда начинают тревожиться, вот как же будет в следующем году. Ну, вот, в частности, это, конечно же, тарифы на услуги ЖКХ. В этом году вам удалось заморозить рост тарифов на тепло и свет на Камчатке, но эта мера вообще беспрецедентная, можно сказать, для большей части территории России. Ну, вот, людей волнует, конечно же, что будет с тарифами в следующем году, не ждать ли роста нам? Ну, тема жилищно-коммунального хозяйства, она вечная, она всегда будет волновать жителей, людей, и это совершенно нормально, потому что, действительно, там есть очень много проблем, которыми нужно заниматься, но и основная, это, конечно, стоимость услуг, которые оказывают наши ресурсы, снабжающие организации. Мы, понимая актуальность этого вопроса, тоже несколько лет назад начали всерьез заниматься вопросом формирования тарифа. Мы смотрели расходы ресурсо-набжающих организаций, которые предлагаются для включения в тариф. И, должен сказать, что эта работа проходила не без проблем. Нашей службе по тарифам приходилось, мы уже об этом говорили, в судах доказывать свою правоту. И, я должен сказать, что им очень многое в этом плане удалось. Но, в итоге, нам, действительно, впервые за долгие годы удалось заморозить тарифы для населения, по некоторым показателям даже и снизить. Могу сказать, что со всей партийной ответственностью в следующем году повышения тарифов на Камчатке не будет. Вопросы по электроэнергии решены, и тарифы останутся на уровне года уходящего. А по теплоэнергии и на горячее водоснабжение в некоторых населенных пунктах, на первую очередь, в Елизово и Петропавловске, они будут снижены. Мы посмотрели, что сегодня в Петропавловске и Елизово самая высокая стоимость тепловой энергии, это где-то 4,5 тысячи рублей за ГИКу. И мы с начала года 2018-го ограничим предельную величину тарифа до 4400 рублей за гигакалорию. И по предыдущим расчетам мы предполагаем, что с 1 января тарифы на горячую воду снизятся в среднем где-то на 2,5%. При этом в июле, когда происходит обычно повышение, пересматриваются тарифы, мы планируем еще раз снизить предельную величину уже до 4250 рублей. И как раз вот это снижение коснется большинства населенных пунктов в Камчатке. В среднем где-то по краю снижение произойдет на 3,5%. Я считаю, что это большой шаг. Мы понимаем, что у нас запредельная стоимость сегодня, поэтому стараемся все-таки работать на понижение, понимая, насколько сложно сегодня жителям оплачивать эти расходы. Да, действительно, особенно за тепловую энергию, это все-таки большая часть, наверное, суммы у каждого, у кого есть квартира, многоквартирный дом счетов составляет. Владимир Иванович, еще раз, чтобы отмести, как говорится, все слухи, домыслы и непонимания, действительно, когда по всей стране, скорее всего, поднимутся цены на все эти услуги, у нас они как минимум останутся на одном уровне. На электроэнергию они будут заморожены, на тепло и горячую воду будут снижаться. Спасибо. Напомню, что наши коллеги также принимают вопросы от граждан на открытых площадках Петропавловска-Камчатского и в Ельзове. И сейчас мы выходим на прямую связь с открытой студией в Петропавловске. Там работает журналист Анна Евстратова. Анна, доброе утро. Надеюсь, вы нас слышите. Слышите вам слово. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Здравствуйте, Владимир Иванович. Здравствуйте, коллеги. В эти минуты передвижная телевизионная студия информационного агентства «Камчатка» находится здесь, на главной площади краевой столицы. И сегодня сюда приходят те, кто хотел бы задать свой вопрос главе региона. И у нас уже есть первая гостья. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Марина Владимировна. Вопрос жителей Дачной по поводу детского сада номер 33. В нашем микрорайоне очень много детей. И, скажем прямо, испытываем массу неудобств от того, что приходится водить детей в другой детский садик, далеко от дома. Когда откроется наш детский садик? Спасибо. Спасибо, Анна. Спасибо, Марина Владимировна. Ну, такой вопрос, Владимир Иванович. Житейский. Да. Конечно, всегда в любом населенном пункте закрытие детского сада, школы, это даже на какое-то время, это влечет большие трудности для родителей. Это правда. Вот. Но то, что касается садика 33-го, там действительно был выявлен дефицит сейсмостойкости здания. Нужно было провести работы по сейсмоусилению. Вот сегодня эти работы проходят. Сегодня уже работы начались по внутренней отделке здания. Такая же ситуация в детском садике 51. Но мы договорились с руководством города, что где-то вот к 3 декабря эти объекты будут подготовлены к сдаче. Там весь необходимый объем работ строительных будет выполнен. Там появится новое оборудование в этих детских садах. Но здесь нужно заметить, что и в 33-м, и в 51-м садике, один из них там на 230, по-моему, мест, другой на 200 мест, там никогда не было ясельных групп. Сейчас после реконструкции будут открыты ясельные группы и в одном, и в другом садике. В одном с двух лет, в другом с полутора лет. Это действительно очень такая востребованная, так сказать, мера. И я надеюсь, что к 1 февраля все процедуры с подписанием всех необходимых документов будут завершены, и ребятишки в эти обновленные детские сады придут. Но, касаясь, коль коснулись темы детских садов, хотелось бы сказать, что помимо этого мы в следующем году, где-то, наверное, к середине года ждем окончания строительства детского сада на 260 мест на улице Дальневосточной, это в новом микрорайоне. Там тоже большая нужда в этом вопросе. Мы продолжим строительство детского садика в Ключах. Ну и вчера буквально приняли решение о том, чтобы включить в инвестиционную программу следующего года и строительство, вернее, возобновление строительства детского садика на улице Арсеньева. Вы знаете, там не очень позитивный подрядчик объект не завершил, и мы найдем возможность профинансировать эти работы с тем, чтобы, я думаю, в 2019 году строительство этого детского сада завершилось, в этом микрорайоне он тоже там очень-очень нужен. Владимир Ильич, ну что касается сейсм усиления, это же прежде всего вопросы безопасности детей, поэтому, конечно, можно немножко их потерпеть. Да, да, это правда. А я напомню нашим телезрителям, что это прямая линия, вы можете звонить, чтобы задать вопрос губернатору по телефонам 41-22-64, 42-36-46, это петропавловские телефоны. А пока мы ждем звонков, напомню, что у нас еще есть видео-вопросы из районов наших отдаленных, и первый вопрос у нас из Мильково. Давайте узнаем, что сегодня волнует жителей райцентра, и попросим режиссеров показать этот вопрос. Здравствуйте, меня зовут Екатерина, я из села Мильково. Пару месяцев назад с нами буквально не случилась трагедия. У меня начались преждевременные роды, и нашими мильковскими врачами было принято решение госпитализировать у меня вертолетом санавиации в город Петропавловск-Камчатский, где была мне оказана квалифицированная медицинская помощь, и где спасли моего ребеночка. Хотелось бы сказать Владимиру Ивановичу огромное спасибо за то, что развивают и финансируют нашу санавиацию, которая спасает не одну жизнь. И у каждого есть возможность вовремя добраться до места назначения, для того, чтобы спасти эту жизнь. Хотелось бы сказать огромное спасибо за такую помощь нам, в связи с тем, что у нас очень много в Камчатском крае в отдаленных поселках, и не все могут добраться вовремя. Спасибо, до свидания. Ну, меня благодарить не за что. Я вас поздравляю с рождением, не знаю, дочки или сын там у них. Слава Богу, что все обошлось. Я думаю, что слова благодарности как раз нужно адресовать и врачам, и медицин, и катастроф, те, кто работает сегодня в санавиации, безусловно, пилотам, которые эту работу выполняют. Вы знаете, для Камчатки эта работа в санавиации настолько важна, насколько вообще важна жизнь человека. И поэтому, конечно, то, что сегодня выполняют эти люди, они заслуживают действительно всяческих слов благодарности. Вот у нас только с начала этого года порядка 200 человек были, значит, вывезены, значит, на санрейсах, и им была оказана квалифицированная помощь врачами, которые работают в этом направлении. Но, вы знаете, так складывалось, что мы в течение всех этих лет выполняем эти санрейсы использовали вертолеты, которые у нас сегодня были здесь, есть сегодня здесь в наших авиакомпаниях. Это и наша Камчатская авиакомпания, авиапредприятие и авиакомпания «Витязь Аэра». Вот они, правда, очень большую работу выполняют. Но в этом году была запущена программа по строительству вертолетов для нужд таких регионов, как Камчатка, отдаленных территорий, которые оборудованы медицинскими модулями. Это достаточно дорогая вещь, но мы в этой программе участвуем. Вертолет для Камчатки построен. Сейчас идет оформление документов. Экипаж, ну, мне докладывали, что экипаж уже вылетел с этим вертолетом. Я думаю, что в самое ближайшее время он будет на Камчатке. Что это нам даст? Это медицинский модуль на вертолете, в который можно будет оказывать высококвалицированную помощь всем нуждающимся, кто будет на этих рейсах летать, с тем, чтобы спасти жизнь человека. Вы знаете, мы на это пошли, понимая, насколько сегодня для Камчатки эти вопросы важны. Я надеюсь, что и пилотам, и врачам, которые будут работать на этом вертолете, будет очень комфортно, и у них будут все возможности для того, чтобы спасти жизнь человека. Это такая скорая помощь в воздухе, когда дорога каждая минута. Вы знаете, где-то, наверное, еще в первом полугодии наши соседи, магаданцы, хвастались, коллеги с Ямала хвастались, что у них есть такой вертолет. Теперь такой вертолет будет у нас на Камчатке. Спасибо, Владимир Иванович. А сейчас у нас на связи Елизова. Там открытая студия расположилась на аллее доблести и славы. Узнаем, какие там есть вопросы. Передаю слово нашему коллеге, журналисту Михаилу Рудько. Михаил, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, Владимир Иванович, здравствуйте, ведущие в студии и наши телезрители. У нас здесь сегодня также собираются жители города, которые хотят задать свой вопрос губернатору. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Янютин Василий Александрович, уважаемый Владимир Иванович, мы любители лыжного спорта, видим, как развивается горнолыжная туристическая база Мороза. Сделано освещение, установлена система оборудования искусственного снегообразования, далее парковка большая для автомобилей, новый подъемник. В то же время этого недостаточно. Скажите, пожалуйста, планируется ли какое-либо дальнейшее развитие инфраструктуры горы Морозной, так как это один из самых популярных у нас горнолыжных проводов Камчатского края, как для жителей, так и гостей нашего полуострова. Спасибо. Спасибо, Михаил. Мы еще свяжемся со студией в Елизве. Владимир Иванович, ну вот такой вот вопрос про Морозную, это очень актуально, конечно, в преддверии горнолыжного сезона, его так ждут, особенно с учетом вот таких погодных условий, которые сейчас складываются. Да, ну сегодня снега подсыпет, вот наверняка. Действительно, Морозг сегодня это такое местопритяжение, вот туда едут и жители, и Петропавловска, и Елизовы, и гости полуострова. Вот мы с 2012 года начали там масштабную работу по реконструкции, но вот коллега сказал, что там уже сделано, там действительно большой объем работ выполнен. Вот мы на этом, безусловно, не остановимся. Мы в следующем году заложили средства на то, чтобы поставить систему снижения до самой вершины, чтобы провести освещение, осветить все трассы. Вот в планах сегодня поиск инвесторов и строительство гостиницы, вот неподалеку от этого места, с тем, чтобы действительно превратить это место в хорошее курортное место для отдыха и жителей и края, и гостей. Но, вы знаете, у нас ведь не только Морозг сегодня есть. У нас, если брать Петропавловск, Камчатский, у нас большие работы запланированы в следующий год на Эдрвейсе, вот будет установлен новый подъемник, также будут устанавливаться системы снижения, освещения. Мы хотим превратить вот эти объекты действительно в современные хорошие точки, где людям будет очень комфортно заниматься спортом. Вот тем более, что все, что касается Морозг, там у нас работает детско-юнерская школа Олимпийского резерва по горным лыжам, вот в Эдрвейсе у нас работает спортивная школа, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы у наших ребятишек были все условия для занятий спортом. Ну вот, то, что это Красные Сопки, вы знаете, там были большие работы проведены по обустройству самой базы. Вот мы на Восточном экономическом форуме презентовали такой тренажер горнолыжный, ну, передали его сейчас вот на Красную Сопку, мне докладывают, что ребятишки с удовольствием там занимаются, ему все очень нравится. Вот, и мы, конечно, продолжим обязательно поддерживать вот все, что связано с развитием спорта на Камчатке, особенно зимних видов спорта. Владимир Иванович, ну, раз уж мы о спорте и о зимнем заговорили, позвольте поднять, ну, не очень приятную тему, но получившую большой общественный резонанс, я сейчас говорю об изъятии с территории биатлонного комплекса части оборудования, а именно стрелкового комплекса и трибун. Такая неприятная ситуация была, она в прессе освещалась, может, не там не всегда объективно. Но тогда правительство заверило, что тренировочный процесс спортивной школы там остановлен не будет, и что недостающее оборудование обязательно там появится. Ну, вот год прошел. Изменилась ли там ситуация, удалось ли сдержать обещание, так сказать? Да, вы знаете, не очень приятно вообще вспоминать об этой ситуации, потому что, на мой взгляд, не совсем порядочно люди из фонда Фотянова попытались обойтись с Камчаткой, вот, но нам с этой ситуацией удалось справиться. Сегодня на биатлонном комплексе установлено новое оборудование, вот, все, что касается, трибун тем коллегам, которые этим занимались, я сразу хочу сказать большое спасибо, потому что они очень оперативно разместили заказ, вот, обеспечили доставку этих трибун к нам сюда, на Камчатку, и вот уже на Берингии этого года эти трибуны работали. Нам удалось даже увеличить емкость, количество мест посадочных, это новые современные трибуны. Вот, кроме этого, кроме трибун был выведен еще и стрелковый комплекс, вот, но нам удалось эту проблему решить, сегодня монтаж этого стрелкового оборудования на стадионе в биатлонном комплексе завершен. Это самый современный стрелковый комплекс, который есть, их вообще всего три в России, вот, один из них на Камчатке. Я думаю, что всем любителям биатлона будет приятно заниматься, вот, на этой площадке, и особенно еще будет удобно нашим ребятишкам, которые там больше 600 человек сегодня занимаются у нас, вот, этим видом спорта. Вот, но на этом модернизация биатлонного комплекса не заканчивается, мы ежегодно там проводим какие-то работы с тем, чтобы довести вот до такого, до высокого уровня, вот, и на следующий год он запланированной работы, там идет нарезка новых трасс, будут созданы новые комментарические кабины, мы планируем расширить сегодня за счет близких территорий базу, вот, планируем открыть спортивную гостиницу на этом месте, с учетом имеющихся возможностей. Вообще биатлонный комплекс, он в течение всего года востребован, не только зимой, вы знаете, там летом очень много всегда людей, такая тоже точка притяжения получилась очень интересная, вот, и, конечно, мы будем продолжать его, эту инфраструктуру совершенствовать, чтобы там во все времена года нашим жителям и города Петропавловск-Камчатск, и гостям было комфортно и хорошо. Да, я помню эту радость, когда заасфальтировали трассу в 2015 году. Да, конечно, причем асфальт там очень такой... Причем едут все и с маленькими детьми, и пенсионеры, и действительно там очень много людей. Я напомню нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, принимают звонки по телефонам 41-22-64, 42-36-46. Это петропавловские номера, на всякий случай напомню код города, 8-415-2. И вот режиссеры нам говорят, что есть первый звонок. Давайте его послушаем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, я Данила Ваканым-Зайнуловна. Живу на СРВ, в районе СРВ, пенсионерка, 64 года. У меня такой вопрос. Я, во-первых, очень рада вашей прямой линии. Спасибо вам, что вы еще с нами на связь. Скажите, пожалуйста, когда заасфальтируют дорогу на Мутновскую ГЭС? Там находится знаменитая Малая Гейзерная долина. Красивейшее место, где есть такие шикарные источники. Сама природа красивая. Туда ездят не только с Камчатки люди, со всего мира. Мы туда забираемся, когда по несколько вахтовок стоит и японцы, и немцы, и шведы. Но дорога туда невозможная. Пока туда доедешь, держишь желудок, чтобы кишки не вылетели. Ну, когда это закончится? Я еще к вашему предшественнику обращалась. Он вроде так сказал, что она частая дорога. Да забрать надо ее, если она частая, если они ее не делают. И сделать ее федеральной. Спасибо вам большое за вопрос. Спасибо большое. Владимир Иванович, вот даже при соединении, если честно слову, хоть экспрессивно, но действительно все так. Я согласен, я разделяю эмоции, потому что на самом деле очень много нареканий по этой дороге. Но проблема в чем? Это технологический проезд. И есть сегодня ответственные организации за состояние этой дороги. К сожалению, они всячески пытаются уйти от решения этого вопроса. Мы, не скрывая, мы уже два года пытаемся эту проблему решить. Самым логичным будет это изъятие ее в край и ее содержание, значит, и доведение до каких-то нормативных, до какого-то нормативного состояния. Понятно, что асфальта там не будет, но хорошая гравийная дорога, безусловно, там должна быть. Я обязательно еще раз этим вопросом позанимаюсь, вот. Но есть некие правовые вещи, которые мы не можем обойти. Вот. Такая же ситуация сегодня складывается по дороге в Соболево. Это тоже технологический проезд. Вот. Но сегодня все больше и больше понимания, в том числе, значит, и у федеральных органов власти о том, что, ну, жизнь ее не отменишь. Строить рядом еще одну дорогу, тратить колоссальные средства, ну, просто неразумно. Поэтому работа по внесению изменений, вот, которые в законодательстве, которые дали бы возможность ее использовать, вот, подобного рода дороги использовать для нужд, она ведется. Сколько еще пролиться, я не знаю. Но я могу пообещать совершенно, вот, однозначно о том, что вот к туристическому сезону 2018 года мы эту проблему решим. Эту дорогу, я не знаю пока как, но мы эту проблему обязательно решим, и она будет в нормальном рабочем состоянии с тем, чтобы действительно не было стыдно перед людьми, которые к нам приезжают. Вот. Я понимаю, что вот жители Камчатки, они как-то еще, ну, более-менее снисходительно к этим вещам относятся, понимая, значит, какие трудности вот, ну, мы испытываем, вот, при решении этих вопросов гостям полуострова этого не объяснишь. Поэтому приложим максимум усилий для того, чтобы в туристический сезон 2018 года эта дорога была в надежащем состоянии. Да, мне кажется, если ее привести в порядок, это не только будет на пользу тем, кто по ней едет фактически, ведь туда вот сейчас благоустраивали там туристические площадки, даже стройматериал туда привезти, это целая история была. Проблема в том, что сегодня край или муниципалитет не может вкладывать туда свои средства, потому что это будет нарушение действующего законодательства. В этом вся проблема. Поэтому будем искать пути, как это решить. Но еще раз говорю, дорога вот в сезон туристический 2018 года будет в нормативном состоянии, с тем, чтобы по ней можно было ездить. Спасибо, Владимир Иванович. Дальше предлагаю с видео вопросом продолжить. На этот раз к вам обращаются жители Усть-Камчатска. Давайте послушаем, попросим режиссеров включить видео вопрос. Здравствуйте, Владимир Иванович. У нас к вам очень большая просьба и очень просим, чтобы вы нам помогли. Насчет перевоза Драбкина. Потому что летнее время, каждый год отправляем Драбкин на ремонт. И мы здесь мучаемся разными переправами. То нас посадят, то не посадят, то выгонят. И вот люди страдают, особенно дачники летнее время. Рыб фирма, кто опоздал, тоже. Кому нам обращаться за помощью? Будем надеяться, что вы нам чем-то сможете поможете. Владимир Иванович, прежде чем вы ответите на вопрос, я думаю, что стоит напомнить нашим зрителям, что капитан Драбкин это судно, которое перевозит людей через протоку Озерная в Усть-Камчатске. И в этом году судно было на ремонте, и у жителей возникли трудности с переправой через эту протоку. Но проблема старая. Даже сказал бы очень старая. Потому что это так же, как в свое время была проблема с переправой через реку Камчатка. Мы построили мост. Потом была проблема с переправой в районе Ключей. Мы построили мосты. Сейчас, наверное, пришла пора, значит, позаниматься уже протокой Озерной в Усть-Камчатске. Потому что, действительно, проблема колоссальная для людей, которые живут там на косе, которым нужно в поселок ездить. Особенно в летний период, когда идет Путина. Вы знаете, вот дизель-электроход капитан Драбкин, ему 40 лет. Он уже... Все сроки, значит, вышли по его эксплуатации. Но вместе с тем мы поддерживаем его на таком рабочем состоянии. Потому что альтернативы сегодня просто нет. Сегодня по новым правилам морского регистра подобного рода суда должны ежегодно проходить докование. Вот. И поэтому мы его каждый год на лето отправляем, значит, сюда, в Петропавловск для того, чтобы эти работы провести. Значит, на период отсутствия Драбкина перевозку осуществляли и людей, и транспорта силами Камчат-Трансплота. Мы стали там Сосновку и баржу самогодную. И она осуществляла перевозку. Это не очень удобно. Она действительно не очень приспособлена для того, чтобы эти работы выполнять. В этом году впервые правоохранительные органы посчитали нарушением законодательства действующую перевозку людей вот на необорудованном судне. Ну, так говорит закон. Вот. И поэтому этим летом действительно было очень много проблем. Я признателен рыбопромышленникам района, которые пришли вот на помощь, поставили свои суда, значит, и свои плавосредства, которые помогли перевозить людей. Вот. И понятно, что проблема действительно стала настолько острой, что необходимо принимать какое-то срочное решение. Значит, мы обследовали, еще раз вернулись, значит, и обследовали берега с тем, чтобы рассмотреть возможность строительства мостового перехода. Там очень сложная гидрология, быстрое течение, там высокая сейсмика. Вот. Но вместе с тем мы сегодня прорабатываем вопрос по строительству, о возможности строительства, может быть, понтонной переправы, может быть, какого-то моста, который бы, ну, обеспечил доступность перевозку людей на, вот, в этом месте. Достаточно сложная вещь, и с технической точки зрения, вот. Но мы еще занимаемся, прорабатываем для того, чтобы, значит, все-таки прийти к мнению, насколько возможна реализация этого проекта. Вместе с тем рассматриваем и вариант строительства нового, значит, нового парома подобного класса. Здесь тоже есть проблемы. Не все верфи Российской Федерации могут построить такое судно ледового класса. Вот. Ну и цена вопроса там под миллиард. Понятно, что это тоже достаточно большие деньги. С тем, чтобы вот следующее лето, когда капитан Драбкин пойдет на ремонт, не было такого коллапса, который был вот в этот летний сезон, нами размещен заказ на строительство двух грузопассажирских барж, специализированных на 40 и 20 тонн. Вот. Мы их будем строить в Приморье. Я надеюсь, что где-то к третьему, к началу третьего квартала, а следующего года эти баржи будут здесь. То есть они смогут вполне заменить, значит, капитана Драбкина на период его ремонта. Вот. Ну а для перевозки людей, для того, чтобы все-таки были более комфортные условия, мы приобретаем два судна, значит, на воздушной подушке. Больших, вместительных, комфортных. Вот. Поэтому думаю, что вот следующее лето, в следующее лето мы войдем более подготовленными, чем вот было в этот летний сезон. Вот. Ну и вообще вот по этой программе мы приняли решение о приобретении семи единиц флота с тем, чтобы закрыть проблему по перевозке людей в Алютовском районе. Знаете, у нас там тоже, значит, есть такая проблема по доставке людей из аэропорта в Теличике. Вот 20 тонн грузопассажирскую баржу в 2019 году получит Алютовский район. Вот. Еще одна баржа будет построена здесь или для нужд Карагинского района в поселке Оссора, или для нужд Мильковского района. Там тоже есть сегодня проблема с переправами. Вот. И плюс будет приобретено еще одно судно на воздушной подушке. Ну, для таких оперативных целей, если вдруг где-то в районах будет необходимость вот по доставке людей, мы вот будем эту проблему подобным образом закрывать. Вообще, я должен сказать, что все, что касается, ну, сегодня восстановления морского сообщения здесь на Камчатке, мы достаточно активно этим занимаемся. Вы знаете, у нас в свое время мы построили теплоход Василий Завойко, который сегодня активно используется, работает. Вот. Помимо этого, по поручению президента Российской Федерации нам выделены средства для строительства еще одного судна, которое будет работать на линии Петропавловск, командора Петропавловск-Северокурильск. Вот сейчас конкурсные процедуры идут, заказчиком будет выступать Росморпорт, и я надеюсь, что где-то к 2020 году мы это судно получим. А второе судно, ну, мы уже об этом говорили, я просто хочу напомнить Камчатцам о том, что по поручению президента сегодня прорабатывается вопрос о строительстве или приобретении парома, большого парома, морского парома, который будет работать на линии Петропавловск-Владивосток с возможностью перевозки автомобилей и пассажиров. Но здесь есть проблема, она связана с тем, что на верфях Российской Федерации подобного года судов не строят. Вот, и учитывая те обстоятельства, мы перед Министерством транспорта Российской Федерации, ну, поставили, попросили их о том, чтобы нам подыскали судно, которое уже было в эксплуатации, но чтобы на нем провели реновацию и нам его передали для эксплуатации. В течение года мы рассмотрели, по-моему, 6 или 7 вариантов, пока предлагают то, что нас не очень устраивает. Вот, поэтому тоже надеюсь, что вот в 18-м, уже в 19-м году мы такое судно получим. Вот, еще раз, это стало благодаря поддержке, значит, вот, наших предложений президентом. Он об этом, кстати, говорил и на заседании президиума Госсовета в Владивостоке о том, что нужно восстановить морское сообщение между Петропавловским и Владивостоком. Так что я надеюсь, что вот это состоится. То есть, программа по, значит, воссозданию морского сообщения на Камчатке она работает. Вы знаете, у нас частные компании стали активно этими вещами заниматься. Камчатское морское пароходство сегодня активно строит флот для того, чтобы осуществлять перевозку грузов сюда на Камчатку. Наши рыбаки строят сегодня флот. То есть, все говорит о том, что вот Камчатка сегодня все, что стоит морской составляющей, активно развивает. Да, вот так вот посмотришь на карту, действительно, вот он, Владивосток. И уже вот хочется, да, чтобы это же легендарное свое время, можно сказать, рейс был, да, маршрут такой. Владимир Иванович, а я предлагаю вернуться к нашей площадке в Петропавловске-Камчатском и связаться с открытой студией. Анна, вам слово. Да, коллеги, мы по-прежнему на связи, и у нас есть еще один гость, и передаю ему слово. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Марина Конькова, и у меня вопрос к Владимиру Ивановичу. Доброе утро, Владимир Иванович. Хотелось бы спросить, в этом году началась реконструкция в центре города, на набережной Бухты и Сопки Любви. Будут ли продолжены работы в следующем году, и если да, то какие? Спасибо. Коллеги. Маречка, спасибо за вопрос. Дело в том, что реконструкция центральной части города началась не в этом году. Мы долго присматривались, но два года назад приступили к активной фазе работ здесь в центральной части города, когда снесли трибуны стадиона «Спартак», выполнен огромный объем подземных работ, потому что действительно там долгие десятилетия, там работы не проводились, и нужно было это сделать. И вы видели, насколько масштабными эти работы были и в прошлом, и позапрошлом, и в этом году здесь уже на набережной. Сегодня все проблемы с подземкой решены, и начались работы по благоустройству. Действительно, планы очень большие. Безусловно, мы продолжим работы, связанные с благоустройством самой набережной, она будет меняться. Вы знаете, что на Окултурном озере строится там целый городок, это деревня. Все, что касается ближе к Ленинградской, там будут проведены работы по благоустройству уже в рамках строительства отеля, который строится на берегу одним из наших инвесторов. В следующем году, к концу года, по всей видимости, мы начнем строительство плоскостных сооружений уже на стадионе «Спартак». Но это повлечет за собой целый ряд решений проблемных вещей, но мы к этому готовы. Поэтому, безусловно, работы будут продолжены. Конечно, большой объем работ будет выполнен на сопке любви, как Марина сказала, да, на Никольской сопке. Вот, мы скажу так, когда мы включали мероприятие в план, в программу благоустройства, было очень много желающих, значит, вот этой программой позаниматься, потому что действительно, совершенно искренне люди хотели вот поучаствовать с тем, чтобы изменить облик города и все. Но администрация города, вот мы пошли и навстречу, они сами хотят таким заниматься, это их, значит, зона ответственности. Поэтому мне нравится сегодня, как начальник, Виталий Иваненко, к этой работе относится, как работает сегодня администрация. Там, правда, очень много проблемных вещей, связанных и со старым фондом, вот, и много других составляющих. Но вместе с тем, большой объем работ будет выполнен. Необходимые средства на это мы предусмотрели. Очень бы хотелось, чтобы историческая часть Петропавловска, она действительно, вот помимо тех новаций, которые будут, чтобы она все равно осталась такой домашней, уютной, вот, какой она всегда была. Зеленая очень, вот, чтобы были места для прогулок, вот. И я думаю, что в следующем году, наверное, все-таки мы все не успеем еще завершить. Но все, что касается пешеходных зон, вот, начиная от улицы Ленинградской, то есть от КП и вот здесь до, фактически, до морского вокзала, здесь будут пешеходные зоны. Вы знаете, какие работы сегодня проводятся в ковше, вот, там Марина сегодня строится совершенно уникальная, вот. Все, что касается благоустройства территории перед зданием морского вокзала, там, правда, часть зданий, фрезы будут снесены, и это будет единая целая такая площадка. То есть, вы знаете, ну, планов громадье. Вот, часть, под часть этих, значит, работ у нас сегодня финансирование есть, под часть других будем искать частных инвесторов для того, чтобы эти работы можно было выполнить в полном объеме. Но, вы знаете, мне еще раз говорю, очень нравится отношение людей, которые сегодня этой работой занимаются. Оно очень душевное такое, сердечное отношение, и есть огромное желание, вот, что-то доброе, хорошее в городе сделать. Вот, мне это, правда, очень-очень нравится. Поэтому, надеюсь, что, ну, может быть, там, еще год, может быть, два, и исторический центр города, он заиграет совершенно по-другому. В следующем году завершим строительство храма, морского собора. Вот, и все это, вот, как единый комплекс будет очень душу и глаз радовать не только жителей Петропавловска, но и гостей города. В этом уверен. Владимир Иванович, вы вот сказали про Виталия Юрьевича, и у нас традиционно главы Петропавловска и Елизова, они на наших открытых площадках дежурят, можно так сказать. Виталий Юрьевич сейчас на связи, и, как сообщают коллеги, он готов немножко подробнее рассказать о том, какие перемены еще ждут центр города. Давайте передадим ему слово, послушаем. Радеет человек за это дело. Да, коллеги, и сейчас я передаю слово Виталию Юрьевичу Иваненко. Доброе утро. Действительно, в этом году были начаты масштабные работы по реконструкции центра города. Это и укладка тротуарной плитки, и подготовка под укладку брусчатки, замена линии уличного наружного освещения. В основном работы шли в районе площади Ленина. На следующий год остается сделать пляжную зону и улица Зерновская коса, там предполагается укладка брусчатки. Кроме того, до конца этого года необходимо будет установить освещение на восстановленной лестнице, которая ведет на Никольскую сопку. И на следующий год основная часть работ по реконструкции центра будет связана с реконструкцией всего комплекса на Никольской сопке. Это и подъездные пути, и подпорная стенка, лестницы, также обустройство парковой зоны. По этому вопросу на уровне правительства Камчатского края города создана рабочая группа, и в целом, конечно, продолжится центр изменяться, в том числе впервые в этом году мы зашли на реконструкцию памятников, реставрацию, и работа такая тоже будет продолжена. Хотелось бы, Владимир Иванович, выразить большую признательность, потому что я знаю, что вы лично принимаете в этом участие, и благодаря вашей такой твердой позиции бюджет городского округа на следующий год получил 100 миллионов рублей, как раз на реконструкцию Никольской сопки, и, конечно, все эти работы будут находиться под личным контролем. Если позволите, еще несколько слов буквально. Вы знаете, вот, конечно, у нас здесь на улице Ленинской, на Красинцев очень много зданий, которые требуют внимания, часть из них памятники исторические. Конечно, сегодня нам необходимо всем уровнем власти активизировать работу собственникам с тем, чтобы все это привести в належащий порядок. Там, правда, очень много вещей, которые нужно сносить, которыми надо заниматься. Но еще несколько слов буквально по поводу другого слова найти не могу, шалмана, который есть сегодня вот здесь на косе, вот эти вот непонятные, значит, заведения. Но там есть собственники, с ними всегда очень сложно вести переговоры. Но я просто хочу, чтобы все горожане знали, и чтобы знали эти собственники, что мы все равно там порядок наведем. Вот. И центр города вот не должен превращаться в базар. Поэтому, безусловно, и при поддержке городской администрации, вот, в соответствии с действующим законодательством, мы обязательно сделаем так, чтобы там было уютно, хорошо и удобно, и не было там никакого пьянства, не было там никаких вот этих вот вещей, которые там сегодня происходят. Регулярную уголовную сфотку выполняют эти заведения. Поэтому это, я думаю, что мы в любом случае вот с собственниками договоримся, вот, найдем возможность эту проблему решить, но вот это все мы из центра Петропавловска выметим. Так быть не должно. Я думаю, что многие вздохнут с облегчением. Ну и слава богу. Ну и будем надеяться, там появятся приятные, уютные кафе и рестораны, что тоже необходимо обязательно нашему центру города. В интернет-приемную также поступило много вопросов о благоустройстве разных районов Петропавловска, но больше всего обращений, вот у нас их, наверное, ну тут что-то 5-10 точно есть, о судьбе микрорайона Мишенны. Люди жалуются, что завершить работы обещали в этом году и этого сделать не удалось. Вот как там обстоят дела, Владимир Иванович? Ну, вопрос нужно адресовать, безусловно, городской администрации, потому что они там заказчики, это город Петропавловска-Амщадский. Но я с очень этой проблемой боряю, потому что, к сожалению, подрядчик не совсем, ну так скажем, на должном уровне выполняет сегодня обязательства по контракту. Очень много жалоб там было, грязь, стройка, люди. Я сам там был не единожды, значит, много нарушений было. Понимаете, вот в этих вопросах всегда обижает всегда то, что есть деньги, деньги выделены. Ну, сделайте вы нормально свою работу, значит, и все, и люди вам спасибо скажут. Но, к сожалению, не совсем там все складывается как надо, но мы три года назад уже в этот микрорайон зашли. Там очень много было работ, связанных с перекладкой систем, подземных работ. Они все выполнены были, часть заканчивали этим летом, может быть, поэтому там были проблемы со сроками выполнения уже работ по благоустройству. Но, как говорят, черный асфальт вот в этом году положили с тем, чтобы не было уж явной грязи. В следующем году все работы там будут завершены совершенно однозначно. Вот, финансирование мы под это дело, значит, запланировали. Там не очень большой объем работ остался, но он есть. Вот. Но, еще раз говорю, к сожалению, сегодня вот нерадивые подрядчики, ну, создают большие проблемы с жителем, в первую очередь, этого микрорайона. Вот. И я надеюсь, Виталий Юрьевич там меня сейчас слышит, значит, они там прилагают большие усилия для того, чтобы все-таки этот объект, ну, завершить его строительство и работы на этом месте. Потому что, если уйти на расторжение, ну, можно это затянется еще на несколько лет. Поэтому, вот, правдами и неправдами, как вот люди говорят, все-таки эту проблему пытаются сдвинуть с мертвой точки, и у них движение какое-то положительное есть. Вот. И надеюсь, еще раз говорю, что, не надеюсь, уверен, что в следующем году, в следующем летом мы все там работы необходимые, значит, завершим. Просто хочется извиниться перед жителями этого микрорайона. Вот. Ну, потерпите еще немножко. Мы обязательно вернем об этот микрорайон, и он будет отвечать всем необходимым требованиям. Потому что, ну, так складывается жизнь. Можно сегодня еще раз говорю, долго по этому поводу говорить, но остается одно только. Потерпите, значит, мы обязательно там все до логического завершения доведем вместе с городской администрацией. Осталось только, чтобы подрядчик еще точно так же приносил извинения и просил потерпеть, вот как это делает губернатор. Ну, вот почему-то от подрядчика как раз такой реакции и не слышно. А мне режиссер говорит, Владимир Иванович, что у нас Виталий Юрьевич еще на связи, и у него есть комментарий по этому поводу. Он просит слово. Владимир Иванович, вы совершенно правы. С подрядчиком контракт был заключен еще 10 апреля, заблаговременно. В том числе был обеспечен контракт полностью финансовыми средствами. Однако выполнение работ по благоустройству планировочного района Мишенная-2, а также по бульвару Пипа, где тот же самый продрядчик, совершенно затянулись и полностью в установленный срок работы не были выполнены. Администрация вела претензионную работу. Сейчас подрядчику выставлено претензии на сумму более 8 миллионов рублей по двум контрактам. Проводились практически ежедневные совещания, однако, конечно, и количество сил и средств, которые привлекал подрядчик, и организация труда оставляла желать лучшего. Поэтому сейчас проводится экспертиза, предоставленная исполнительной документацией, а также сделаны вырубки асфальтового покрытия, после чего количество и объем претензий может быть увеличено. В любом случае, по двум этим контрактам в обязательном порядке на следующий год работы обязательно должны быть завершены. Также есть планы по дальнейшему благоустройству районов уже в рамках деятельности управления благоустройства. Однако хотелось бы заметить, что в целом в этом году по программе комплексного благоустройства городом было заключено 55 контрактов, 53 из них исполнены на данный момент, а это 200 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия, в том числе 92 придомовые территории. Работы же по ПИПа и Мишена, конечно, будут доведены до конца. Спасибо, Виталий Юрьевич. Надеемся, что в этой ситуации действительно удастся разобраться городской администрации. Разберемся, разберемся. Режиссер мне подсказывает, что у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос к губернатору. Доброе утро. Меня зовут Татьяна Александровна. Я живу в городе Елизово за половинкой, Забойко-63. Мне бы хотелось, чтобы в нашем районе организовали какой-то мини-рынок по производству, по продаже продуктов камчатских производителей. То есть молоко, мясо, овощи, фрукты и так далее. У нас нет такого мини-рыночка. Приходится ездить все время в центр Елизова. Спасибо за вопрос, за ответ. Спасибо, Татьяна Александровна. Татьяна Александровна, по нашему родному городу Елизово приятно прогуляться, как бы там далеко рынок не находился. Но с вами согласен. За половинкой у нас действительно нет, наверное, там каких-то вот таких рынков, где можно было бы всем этим торговать. И я подскажу обязательно местным начальникам нашим с тем, чтобы они поработали в этом направлении. Вообще, я уже сегодня говорил, еще раз хочу на это обратить внимание. Мне нравится отношение властей города Елизова, вообще к городу. Там очень многое в последние годы меняется. Это заслуга конкретных людей. Вот. Я называть фамилии их не буду, они знают. А Комрич, конечно, хотелось бы, чтобы и вот за половинкой что-то подобное появилось. Там сейчас действительно очень много за половинкой будет строиться. И школа будет строиться. Дорогу, вы знаете, мост наконец-то домучили мы, значит. Вот он сегодня работает. И торговых сетей там вообще, торговых точек там хватало. Вот. Там были просьбы по установке, значит, киосков, которые торговали бы рыбной продукцией. Они там сегодня тоже установлены в районе районной больницы. Вот. Ну, рыночек сам. Ну, я думаю, что... Но я так понимаю, что это речь идет о ярмарке местных производителей. Нет, ну, ярмарку в том районе нет смысла открывать, потому что... Она есть в Елизово. Да, она есть в Елизово. И поэтому в том микрорайоне она не будет столь востребована, наверное. Там сегодня нет такого количества людей. Хотя... В Волоскле они очень востребованы. Согласен. Но, тем более, мы были инициаторами вот в создании этих ярмарок товаропоизводителей. Кстати, я хотел бы, чтобы мы сегодня вспомнили человека, кто был идееносителем. Это Климов Владимир Аркемьевич, которого сегодня уже нет с нами. Но это была его идея, когда он ко мне пришел еще в 2011 году, значит, с тем, чтобы мы, значит, вот подобного орудия ярмарки создавали. И вот нам удалось. У них уже достаточно большое количество. Они, правда, пользуются спросом у населения. Но по поводу ярмарки, если и так вопрос прозвучал у Татьяны Александровны, значит, ну, давайте поработаем и в этом направлении. Я думаю, что в течение тут, может быть, месяца двух местная власть какие-то предложения вместе с Минсельхозом нашим даст по этому поводу. И мы как-то через СМИ обязательно, значит, проинформируем и Татьяну Александровну в том числе, какие решения будут приняты. Хорошо? Да, и тем более вот стоит напомнить нашим телезрителям, что абсолютно на все вопросы, которые адресуете вы, губернаторы, адресовали при подготовке к прямой линии, сейчас прозвучали, которые примут, за кадром успеют принять, на площадках. На все эти вопросы вы в обязательном порядке получите письменный ответ. И все это расценивается как официальное обращение к главе региона. Да, я напомню, что у нас работает интернет-приемная, и она работала у нас неделю до этого, и работает сейчас, и принимает обращение. Поэтому, пожалуйста, если вдруг не дозвонились, пишите в интернет-приемную и получите обязательно ответ. Владимир Иванович, я предлагаю продолжить с вопросами из районов, и сейчас вопрос из Усть-Большерецка. Пожалуйста, режиссеры, покажите нам этот вопрос. Владимир Иванович, обращается к вам Марьянкова Эмилия Яновна, жительница поселка Апача. Раньше у нас, уже 26 лет, как я здесь живу, у нас в пекарне был такой прекрасный хлеб. Но уже два года, как мы не имеем возможности его получать. Хлеб привозной, качество отвратительное, конечно. И я бы хотела задать вопрос. Возобновится ли работа пекарни у нас в ближайшем будущем? Вы знаете, я несколько раньше был в Апаче. Я был еще комиссаром отряда комсомольского молодежного строительства Виталия Кручина, когда мы строили этот совоз в 83-84-85 год. И там в это время стояла ПМК. Венин Павлович Бородич был начальником ПМК. И там совершенно замечательная столовая была. И хлеб был изумительный. Это вот я подтверждаю. Поэтому, почему там сейчас нет пекарни, я не знаю. Я был там в прошлом году, по-моему, в Апаче. Кстати, стараюсь там все-таки, чтобы там жилым фондом власти занимались. И там было поручение по этому поводу. Надеюсь, что оно выполнено. Кстати, проверю на самом деле, сделано там то, что мы поручали или нет. Но сейчас хочу обратиться к главе Усть-Большерецкого района, значит, к Константину Юрьевичу. Вы знаете, я не буду сдерживать ваши душевные порывы и порывы душевные ваших подчиненных, чтобы вы там позанимались, значит, созданием хлеб-пекарни в поселке Апача. Госпрограмма у нас, значит, в крае работает. Мы больше 20 миллионов рублей выделяем на эти цели. Сегодня 6 или 7 муниципалитетов уже воспользовались этой поддержкой. Они берут средства для того, чтобы закупить оборудование и организовать, значит, выпечку хлеба у себя, наверное, на территории. Я, когда бываю в поездках, по окраине всегда пытаюсь, всегда захожу в пекарни, значит, интересуюсь и стоимостью хлеба, и качеством хлеба. Вот. И, конечно, привозить откуда-то, значит, в поселок хлеб, ну, стыдно. Хлеб надо печь на месте, вот, причем заниматься выпечкой. И, кстати, потребка операции всегда этими вещами занималась. И это как раз сегодня опять посыл всем главам муниципалитетов. Воссоздавайте сегодня потребку операции, они с удовольствием этими вещами будут заниматься. Вот. И в нашем медсельхозе, значит, всегда рады будут обращению, заявкам каким-то с тем, чтобы, значит, какие-то деньги и средства выделить для того, чтобы это оборудование купить. Если уж на севере это делать, тут рядом с городом, значит, и привозить хлеб, не выпукать у себя, стыдно. Константин Юрьевич, занимайтесь этим вопросом. Жду от вас вот приятных вестей по решению этого вопроса где-нибудь в январе, ну, может быть, в феврале. Договорились? Спасибо. Ну, и тем более вот эти вот сельские пекарни, они выдают все-таки самый вкусный хлеб. На мой взгляд, наверное, дело в маленьких партиях. И все-таки корабельный хлеб все-таки самый вкусный. Ну, будем надеяться, Константин Юрьевич нас услышал. Владимир Иванович, я предлагаю связаться с нашей площадкой в Елизове. Там, напомню, работает наш коллега Михаил Рудько. Ну, давай, прежде чем перейдем к площадке, послушаем звонок. Режиссеры просят выпустить человека, да, он уже ждет на линии. Поэтому давайте сначала звонок. Здравствуйте, представьтесь. Здравствуйте. Ваш вопрос. Зовут меня Николай Владимирович. Я хотел бы обратиться к Владимиру Ивановичу по поводу переселения программы президентской аварийного и ветхого жилья. 3195 постановления. Она свернута или будет продолжаться? А если ее свернули, то те, которых не успели переселить, как вот этим людям быть? Спасибо. Я так понимаю, речь идет о программе переселения из-за аварийного и ветхого жилья. Ну, я тоже так понял, да. Да, действительно, эта программа выполнена. Речь идет о жилье, которое было внесено в реестр до 1 января 2012 года. Президенту была поставлена задача о том, чтобы до конца 2017 года все это жилье было расселено. Камчатка с этой задачей справилась. Мы выполнили все, значит, параметры. В октябре месяце у нас эта задача была решена. Но у нас остается очень большое количество жилого фонда, который нуждается сегодня и в сносе, и в ремонте, и в капитальном ремонте. Вот, поэтому сейчас формируется новый реестр аварийного жилья. Так, 1 января 2019 года мы должны его сформировать. Сейчас активно муниципалитеты в этом направлении работают. Этот реестр формируется. Как только он будет сформирован, мы, значит, будем в бюджете предусматривать средства для его, значит, для его реализации. Эта программа, она будет работать на условиях софинансирования. Вот, я должен сказать, что у нас даже сейчас, вот, по предыдущим данным, новая программа будет гораздо шире, чем была прежняя. Да, у нас действительно очень много аварийного жилья. Вот, так что я хочу успокоить, вот, наших жителей о том, что мы обязательно начнем, мы будем продолжать заниматься расселением. У нас достаточно большое количество людей было переселено, вот, из аварийного фонда, и эта работа продолжается. Несколько домов будут сдаваться еще в, вот, в переходный такой период, в году 18-м, и туда будут наши жители расселяться. Но еще, вот, программа будет продолжать работать. То есть, строительство будет продолжаться? Да, обязательно. И именно, вот, программа расселения из аварийного жилья, она будет несколько, значит, изменена, с учетом уже нынешних требований. Но с 1 января 2019 года она будет продолжена. Спасибо, Владимир Иванович. И мы возвращаемся к нашей площадке в Елизове. Михаил, вам слово. Да, спасибо, коллеги. Мы продолжаем принимать вопросы от елизовчан. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, Владимир Иванович. Зайцева Наталья Юрьевна, заведующая детским садом номер 1 «Ласточка». Я по поручению руководительных образовательных учреждений Елизовского района по поводу медицинского оснащения, медицинских работников наших образовательных учреждений. В данный момент в Елизовском районе 19 детских садов, 19 школ. Тем самым 38 образовательных учреждений, которые должны осуществлять медицинскую деятельность для наших школьников и дошкольников. Но все детские сады и школы оснащены необходимым набором помещений, оборудование, а также лицензийно-медицинскую деятельность. Ну, например, школа номер 1, хотелось бы напомнить, что это самая крупная школа Елизовского района, в которой более тысячи учащихся. В школе номер 4, в школе вулканного городского поселения, в детских садах номер 8 и 37 на данный момент отсутствуют медицинские работники. Также в школе номер 4, номер 5, в вечерней школе, в детских садах номер 1, в 9, в 10, в 20 и в 23 детском саду медицинские работники находятся у нас на совмещении, скажем так, профессий. И находится небольшое количество времени в образовательном учреждении, что, в свою очередь, не дает нам в полной мере осуществить медицинские мероприятия, такие, как своевременное отстранение детей с простудными заболеваниями. Особенно это важно в зимний период и в период межсезонья, когда повышается риск простудных заболеваний. Также наши педагоги не имеют права оказывать первую медицинскую помощь, квалифицированную медицинскую помощь. В нашем детском саду, в одном из немногих, имеется бассейн. Он имеется и функционирует бассейн. Перед приемом бассейна каждого ребенка должен осматривать врач-педиатр. Без его осмотра проводить занятия и мероприятия нельзя. Также с 2012 года в Российской Федерации начала действовать программа «Доступная среда». И наш детский сад является также участником этой программы. В нашем детском саду имеются дети с ограниченными возможностями здоровья. Конечно же, для них также необходима квалифицированная медицинская помощь. Одна из острых проблем – это отсутствие диет-сестры в детском саду. В данный момент в Ельзовском районе утверждено, разработано и утверждено Роспотребнадзором, Роспотребнадзором меню, единое меню. И так как у нас есть еще и дети-аллергики, это очень острая проблема, потому что каждому ребенку с такими диагнозами нужно иметь индивидуальное меню. Ну и, конечно, все эти проблемы начались с того момента, когда из детских садов и штата детских садов вывели медицинских работников. Теперь они подчиняются медицинским учреждениям. Руководители района не раз обращались к руководителю районной больницы Андрею Петровичу Струшкину и министру здравоохранения Камчатского края Лемешке Татьяне Владимировне с просьбой решить данную проблему. Но на что нам поступает ответ, что так как проблема с медицинскими сестрами, фельдшерами и педиатрами стоит очень остро, то на данный момент обеспечить наше образовательное учреждение невозможно. Но, конечно же, мы все прекрасно понимаем, что ответственность несут руководители детских садов и школ за жизнь и здоровье детей. И мы обращаемся к вам, Владимир Иванович, с просьбой, чтобы вы посодействовали оснащению детских садов и школ Ельзовского района медицинскими работниками на постоянной основе. Спасибо. Спасибо, Наталья Юрьевна. За ваш такой очень подробный вопрос обрисовали проблему. Да, действительно, сегодня, вы знаете, если говорить о материальной составляющей учреждения здравоохранения, в последние годы сделано, правда, очень многое. Пригнены ремонты, закуплено новое оборудование. Но до тех пор, пока в этом медицинском учреждении не появится добрый доктор Айболит или добрая нянечка, сестричка, медсестричка, которая, несмотря на какие-то проблемы, тем не менее, всегда с улыбкой встретит, проводит. Все это оборудование, эти стены, они никому не нужны. Я знаю, что у нас сегодня в крае в целом достаточно большая проблема с обеспечением медицинскими кадрами. Несмотря на все прилагаемые усилия Минздравом по поводу привлечения, вот за последние годы порядка 600 человек привезли на Камчатку, для того, чтобы там и врачи, и средний медицинский персонал. Но этого недостаточно. К сожалению, сегодня среди тех, кто приезжает, приезжают специалисты из других территорий. Ментальность здесь другая, очень сложно приживаются. И поэтому, конечно, кто-то уезжает назад. И, знаете, и проблема остается острой, ее не удается никак разрешить. Мы видим сегодня решение в том, чтобы наши камчатские выпускники по направлениям уезжали, заканчивали вузы и возвращались сюда. Но здесь тоже есть. Вот мы в прошлом году, в этом году 30 человек отправили. Сколько из них вернется, не знаю. Но здесь очень важно, ждут ли их на Камчатке. Ведь люди должны приехать, знать, что они получат работу, что у них будет все нормально с жильем, что у них будет перспектива какая-то. А, к сожалению, сегодня даже на местах не всегда решаются вопросы, связанные с жильем. Я здесь как-то вот в поездке был. Девочка подошла, значит, недавно приехала там из Хабарского края. Девочка, медицинский работник, я уж не буду говорить, в каком-то населенном пункте было, но поселили в такое место, плачет, говорит, что я вынуждена буду уезжать, потому что нельзя этих людей селить в сараи. Нужно сегодня прилагать усилия к тому, чтобы они приживались на территориях. Ведь те социальные меры поддержки, которые мы оказываем сегодня, приезжают, что они правда, они значительные. Мы выплачиваем подъемные в размере 1 миллиона рублей. Есть другие меры поддержки, которые дают возможность людям как-то вот на новом месте обжиться. Но отношения сегодня местных властей или администрации, они не всегда добрые. И я здесь приветствую инициативу, значит, Алютерского района, о том, чтобы сегодня действительно на вторичном рынке невозможно приобрести жилье для того, чтобы перевезти в разряд служебного и предоставить работникам. Конечно. И мы вот вместе с депутатским корпусом подумали о том, чтобы вот после проведения прелестного часа, где наш Минздрав отчитывался, о том, чтобы отдельно для медицинских работников запустить программу по строительству этого жилья, по приобретению этого жилья. Потому что явно вот мы за эти годы где-то порядка 150 квартир выделили для них. Но этого недостаточно. И поэтому, конечно, сегодня те ребятишки наши, которые уезжают учиться и хотят вернуться сюда, они должны знать и быть уверены, что их здесь примут, что они здесь востребованы, что у них здесь будет возможность жить, создавать семьи, карьеру какую-то свою строить. Поэтому, конечно, тех мер, которые мы сегодня принимаем, явно недостаточно. И поэтому, безусловно, надо об этом думать серьезно. Но теперь то, что касается самого Елизского района и вот такого состояния. Я, честно сказать, удивлен, что такая сложная проблема в Елизово сложилась. Я знал, что она существует в целом в Кляе, но то, что она настолько сегодня для учреждения образования, не острая, этого не знал. Поэтому я прямо скажу, отговорки руководства Минздрава по поводу того, что сложная ситуация, она всегда будет сложной. Но это не значит, что дети сегодня должны без присмотра медицинских работников находиться. Я обязательно лично этой проблемой займусь. Я понимаю, что завтра эти врачи, врачи особенно узких специальностей, они завтра не появятся. Но мы найдем какие-то решения, связанные с тем, чтобы учебные заведения и детские сады были обеспечены медицинскими работниками. Это ненормально, когда детям не могут оказать медицинскую помощь в этих учреждениях. Это неправильная совершенно вещь. Поэтому обязательно в самое ближайшее время вот этой проблемой позанимаемся и решение какое-то найдем. Хотя в целом, еще раз говорю, проблема, она достаточно сложная. Она сложна не только для Камчаткина сегодня, практически для всех субъектов Дальнего Востока, точно совершенно. Везде не хватает медицинских работников. Но здесь у нас, учитывая нашу отдаленность, наши особые условия, конечно, все, что касается медицинской помощи, надо принимать какие-то срочные меры. И, в частности, я согласен с вами, потому что действительно крик души у заведующих детским садом. Спрошу обязательно о мерах, которые будут приниматься в самое ближайшее время по исправлению этой ситуации. Владимир Иванович, а вот если продолжить тему медицины, оснащение медицинских учреждений оборудованием, вот вы вскользь сказали, а есть вот что-то такое, что вот за последнее время сделано, что значимое, скажем так, для края? Вы знаете, там ситуация постоянно меняется. У нас действительно большой объем оборудования поступает, которое поступает в поликлиники, в наши учреждения здравоохранения. Но из последнего, что называется, вы знаете, в нашем онкодиспансерии мы получили новейший аппарат МРТ, он сейчас монтируется. Я не знаю, там, по срокам где-то в ближайшее время он должен, значит, быть запущен в работу. Там рассматривается, возможно, с тем, чтобы он работал, ну, как можно, так сказать, больше в течение суток, даже ночное время, возможно, значит, будет включено в работу, с тем, чтобы обслужить как можно большее количество пациентов. Поэтому это, наверное, самое такое вот, что называется, из последнего яркое. Но в целом, я еще раз хочу сказать, что сегодня обеспечение наших медицинских учреждений оборудованием, оно хорошее. Вопрос в другом, о том, что, может быть, не все используется эффективно, то, что, может быть, не хватает специалистов. Мы ведь еще двух-трех, наверное, там, годичной давности примеры, когда в районных больницах, там, или где-то в поселениях оборудование получено, оно просто лежит в углу, и им никто не пользуется, некому работать. Поэтому, конечно, кадровая проблема на сегодня очень острая, ее надо решать, безусловно. Но еще раз повторюсь, но скажу сегодня, ведь привести человека, вот, его нужно обустроить, вот, тогда он останется и будет жить. А для этого нужно решить проблему жилья, проблему детского сада, и пошло-поехало для семьи. Вот поэтому социальной составляющей при решении кадровой проблемы заниматься нужно обязательно. Но здесь очень много, значит, очень большое поле деятельности лежит как раз в сфере деятельности муниципалитетов и глав муниципалитетов. И поэтому, конечно, в большинстве случаев сегодня они все с пониманием относятся к тому, что, значит, этим надо заниматься. Не всегда есть возможности для того, чтобы решить. Вот, и они разные сегодня во всех муниципалитетах. Но в целом сегодня, еще раз говорю, отношение к этому у всех нормальное, все понимают, что людей надо привозить, привлекать и, значит, как-то закреплять на территории. А это можно решить уже как раз через те механизмы, о которых я говорил. И поэтому нужно строить, нужно сегодня решать проблемы посредством не только жилья, но и социальных объектов, детских садов, школ, с тем, чтобы создать ту комфортную среду, в которой человеку будет приятно жить и работать. И тогда они никуда не будут стремиться уезжать и не будут работать здесь. И тогда мы не будем бегать, значит, и искать специалистов, узких специалистов, особенно в системе здравоохранения, что сегодня очень-очень важно. Спасибо, Владимир Иванович. Ну, к нам продолжают поступать телефонные звонки и предлагаю очередной такой звонок принять. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Здравствуйте, Владимир Иванович. Меня зовут Валентина Петровна Кривенкова. У меня вопрос по поводу сотов. Сейчас, значит, по дальневосточному гектару вопросы. Понятно, хороший вопрос, что земли надо осваивать. Но у меня вот какой вопрос. У нас соты, Дубрава, Коператор, Индустрийцы, это где-то на 28-м километре объездной дороги. Они образовывались аж в 80-м году. Сейчас, значит, там в то время, когда соты эти организовывались, не было объездной дороги. Сейчас сделали скоростную дорогу. Расстояние от этой дороги до нашего соты где-то 300-400 метров. В данный момент землю между сотами и этой объездной дороги отдают ближе 100 гектаров. Но дело в том, что там у нас с другой стороны расширился аэропорт, с этой стороны зеленая зона, зеленая зона небольшая. У нас там гуляют дети. Значит, там у нас кабель проложен. Ну и ягодники. Еще волнует меня вопрос ягодников. Ну и не только по нашим сотам, а по всему Камчатскому краю. Не получится так, что, как в горбачевские времена, вырубим все эти ягодники, грибные места, и будет все пусто. Очень бы хотелось решить этот вопрос, особенно по вот этой роще зеленой. Можно ли как-то или отдалить, или переместить, значит, выделение этого дальневосточного гектара. Ведь у нас там силовой кабель проложен. Это было еще в советские времена проложено. Потому что в свое время, помните, когда воздушную линию все провода воровали. И сейчас у нас вот такой вопрос возник. Особенно по ягодникам и по вот этой зеленой рощи. Дети где будут гулять? Спасибо, Валентина Петровна, за Ваш вопрос. Спасибо, Владимир Владимирович. Да, Валентина Петровна. Ну, конечно, ягодники и рощи вырубать ни в коем случае нельзя. И вообще сама философия выдачи дальневосточного гектара, это как раз заключается в том, чтобы эту землю развить, чтобы на ней что-то росло, чтобы на ней что-то производить. Поэтому я не думаю, что владельцы этого гектара, если они будут, значит, они начнут с того, что начнут там что-то вырубать. Но сегодня действительно очень много, вернее, не так, есть случаи, связанные вот с наложением, значит, гектара уже на существующие соты, на какие-то, значит, земли, чьи, да-да-да, где уже есть хозяева. Поэтому давайте вот по Вашему случаю конкретному, мы обязательно разберемся, вот, может быть, или в понедельник, или во вторник с Вами свяжемся с тем, чтобы понять, насколько там, значит, вот ситуация с выдачей гектара мешает жизнедеятельности Ваших сотов. Вот, если там действительно картина критичная, то, конечно, изменения необходимые будем вносить. И я знаю, что глава Вашего района, Роман Сергеевич, он очень активно этими вещами занимается, вот, и всегда, значит, становится на сторону уже существующих владельцев сотов. Так было всегда, потому что людей, которые сегодня на земле живут, обижать нельзя, значит, и нельзя их ставить в неудобное положение. Поэтому, вот, я так поуслышал, сот Дубрава, сот Кооператор, да, Валентина Петровна, поэтому давайте вот буквально в ближайшие несколько дней мы с Вами эту встречу проведем, вот, руководству района, и выяснят, насколько там проблема сложна. Конечно, не позволим, чтобы там ягодники и рощи вырубались. Это правда, это неправильная совершенно, так сказать, позиция. Еще раз, земля выдается не для того, чтобы там, на ней надо все, значит, все срубить, вынести, нет, не для этого. Поэтому посмотрим, чем там Вам можно будет помочь. Очень хорошо. Значит, вот, в ближайшее время мы с Вами свяжемся по этому поводу. Спасибо, Владимир Иванович. Я предлагаю сейчас вернуться на нашу площадку в Петропавловске. Там работает Анна. Анна, Вам слово. Да, коллеги, мы продолжаем свою работу, к нам поступают обращения, и вот одну из них. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Екатерина, и у меня вопрос по спорту. Проживаю я в Ленинском районе, и так получается, что нашим детям негде заниматься. Чтобы попасть в хорошую секцию, им приходится проезжать весь город, чтобы попасть в ФОК звездный. Скажите, планируется ли строительство каких-то спортивных комплексов, либо что с стадионом Водников или бассейном на ОВД? Спасибо. Спасибо большое. Извините. Не послушали. Да, вот, к сожалению, не услышали, как зовут девушку. Я уже говорил о том, что нами принято решение о строительстве ФОКа с бассейном в Ленинском районе на базе Водника. Сейчас идет работа над проектом. Мы к марту месяцу должны завершить все процедуры и представить проект Министерства спорта Российской Федерации с тем, чтобы получить софинансирование. Вопрос принципиальный по софинансированию решен. Это где-то порядка 650 миллионов рублей мы должны получить из федерального бюджета. Стоимость общая проекта где-то в пределах 900. Вот остальное будем на условиях софинансирования из краевого бюджета добавлять. И если все сложится, как мы планируем, то в 2019 году, может быть, в конце 2018, мы начнем строительство ФОКа на территории бывшего стадиона Водник. Там будут все необходимые условия для занятий спортом жителей Ленинского района. Мы понимаем, что там сегодня действительно не хватает подобного рода сооружений. И поэтому это как-то решит задачу. Теперь то, что касается бывшего бассейна на четвертом километре. Вы знаете, мы действительно несколько лет потратили на то, чтобы получить его из федеральной собственности. Он был в оперативном управлении у Росрыболовства. В жутком состоянии сегодня. Комиссиону принято решение о том, что восстановить его невозможно, его нужно сносить. У нас предусмотрены средства в 2018 году на проект по сносу и на разработку проекта нового спортивного сооружения с бассейном на этом же месте. Поэтому ситуация аналогична к сводникам. Как только мы закончим проектные работы, мы заявимся в Минспорт России для софинансирования, но начнем строиться с собственными средствами. Это тоже где-то, наверное, в 2018-19-2020 годы. Поэтому появятся сразу два фока в Петропавловске с бассейнами, которые совершенно, наверное, кардинальным образом повлияют на занятия жителей спортом. И будет удобно и хорошо. Это то, что касается Петропавловска-Камчатского. Но вообще нам за эти годы удалось построить шесть физкультурно-оздоровительных комплексов. Вы знаете, мы сейчас вот буквально в декабре заканчивается строительство фока в Мильково с небольшим бассейном. Где-то в январе-феврале, наверное, завершим строительство фока в поселке Озерновский. Сейчас идут проектные работы по строительству культурно-спортивного комплекса в Палане. В следующем году мы приступим к сносу того кинотеатра, на месте которого будет строиться вот этот культурно-спортивный комплекс. Это такие быстро возводимые комплекты. Я думаю, что в течение года они могут быть, эти проекты, реализованы. Необходимое финансирование под начало работы у нас есть. Поэтому надеюсь, что как-то и в Петропавловске, и в Елизово ситуация, вы знаете, там меняется сегодня. И в других населенных пунктах в состоянии учреждений, в которых можно было бы заниматься физкультурой и спортом. Поэтому надо подождать. Работы идут. К сожалению, они не всегда быстро решаются, учитывая конкурсные процедуры, учитывая бюджетные средства. Поэтому определенные процедуры нужно проходить. Они не всегда заканчиваются положительными результатами, появляются подрядчики не очень добросовестные. Но будем надеяться, что на пути реализации проектов по строительству спортивных комплексов в Петропавловске и Камчатске проблем не будет. Ну, режиссеры подсказывают, что девушку звали Екатериной. Да, Катя. Услышала. Катя, если вы нас услышали, вот картина такая. У нас есть телефонный звонок, подсказывают режиссеры. Поэтому давайте примем его звонок из отдаленного населенного пункта из Паланы. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос к губернатору. Светлана Васильевна. Здравствуйте. Здравствуйте, Светлана Васильевна. Ваш вопрос. Я бы хотела обратиться к Владимиру Ивановичу с таким вопросом. У нас из года в год продолжается как бы бардак по продажам авиабилетов. Весенний, летний период. У нас январь, февраль. Должны уже продаваться билеты на апрель, май месяц. Но у нас почему-то продажи всегда открываются в середине марта. Вот эти два с половиной месяца у нас начинаются как бы забеги на авиакассе. И все время с вопросом девочек бомбим. Открылась продажа, не открылась продажа. Я, конечно, понимаю девочек. Это начинает раздражать как бы. И у меня вот такой вопрос к Владимиру Ивановичу. Нельзя ли пересмотреть вот этот вопрос по рассмотрению расписания весенне-летнего периода? Пораньше. Хотя бы в начале февраля, чтобы как бы открылась продажа авиабилетов на весенне-летний период. Спасибо, Светлана Васильевна, за Ваш вопрос. Светлана Васильевна, я так понимаю, речь идет не о расписании полетов, а о расписании продажи. Вы знаете, мы буквально год назад уже были обращения по поводу того, что невозможно было купить билеты заранее. То есть мы добились того, что глубина продажи сегодня два месяца должна быть в нашей авиакомпании. Что там сегодня происходит в Палане, почему этого нет, я обязательно поинтересуюсь. И я вам обещаю, мы там порядок наведем. Если там кто-то что-то не понимает, значит, мы там научим, как нужно сегодня выполнять эту работу. Вы об этом не беспокойтесь. Буквально в течение следующей недели мы там порядок наведем. И всем будет понятно, значит, когда и за сколько времени там можно будет эти билеты купить. А то создается, так сказать, ненужный ажиотаж, у людей настроение портится, люди планируют сегодня отпуск. И все остальное. Я сейчас вопрос адресую уже сразу, так сказать, в Министерство транспорта и в наше авиапредприятие. Чтобы во вторник-среду, значит, мне доложили, что там случилось и почему это происходит. Владимир Иванович, я так понимаю, что там речь идет даже не о паре месяцев, поскольку у нас же люди стараются купить плоские тарифы, они покупают за полгода на лето и, видимо, пытаются как-то срастить свои маршруты. Ну, ерунда какая-то, правда. Разберемся. Слава Васильевна, обязательно разберемся. И есть еще вопрос, который поступил на нашу интернет-приемную. Я его прям зачитаю. Получение багажа в межсекторе нашего аэропорта становится настоящей пыткой. Сумки и чемоданы вываливают прямо на землю. Исправьте ситуацию, люди будут благодарны. К сожалению, без подписи здесь записанного у меня. Ну, вот такая ситуация. Да, вы знаете, все мы являемся свидетелями тех изменений, которые происходят в самом аэропорту. Правда, очень много там сил, финансовых средств потратили для того, чтобы как-то создать более-менее комфортные условия для тех, кто вылетает по обычным нашим российским линиям. Там, значит, вот, багажное отделение сегодня, но кто-то теплицы насывал. Но там сегодня эти вопросы как-то решены, по крайней мере, до тех пор, пока не будет построено новое здание аэровокзального комплекса. Напомню нашим уважаемым жителям о том, что, значит, у нас этой осенью подведены итоги инвестиционного конкурса по строительству аэровокзального комплекса в аэропорту Елизова. Вот, этот конкурс выиграла компания, группа Ренова, значит, аэропорты регионов. Вот, они планируют вложить в этот проект порядка 8 миллиардов рублей. Вот, сейчас идет работа над проектом, и, конечно, будет построена, значит, новая, современная, отвечающая всем требованиям здания аэровокзального комплекса. Значит, международный сектор, он, безусловно, сегодня не отвечает вообще никаким требованиям. Вот, мы договорились с новым руководством нашего аэропорта, это руководство группы компаний Ренова, аэропорты регионов, о том, что до начала этого сезона, ну, может быть, захватим немножко лето, они расширят, значит, наш нынешний международный сектор за счет территории автостоянки, которая есть, обустроят там, значит, новое багажное отделение, там, подсобное помещение, с тем, чтобы вот до ввода в строй нового здания аэровокзального комплекса были какие-то, вот, ну, условия, ну, человеческие, так скажем, вот, они тоже хотят по быстрому взаимодействию технологии эти работы выполнить, вот, сейчас, как раз, идет проработка того, что необходимо сделать, вот, я очень надеюсь, что в течение ближайшего, может быть, полугода, месяцев восьми мы получим, вот, какие-то площади, значит, в международном секторе, которые будут отвечать еще раз к каким-то требованиям, в том числе и багажное отделение. Вот, теперь то, что касается, ну, вот, были вопросы, связанные с тем, что мы представляли в свое время проект нашего аэровокзального комплекса, вот, а сейчас пришел новый инвестор, и вот... Совсем другой проект. Да, мы потратили деньги, и, значит, почему это происходит, и как, поясню. Значит, мы действительно, я нисколько здесь никого не обманываю, говорю, мы вложили душу и сердце в этот проект. Когда мы четыре года назад посвящались с проектировщиками из Красноярска, вот, мы объяснили, что мы хотим видеть. Вот, это должен быть аэропорт здания аэровокзального комплекса, который, ну, будет всегда отвечать, ну, требованиям камчатцев, и сразу будет понятно, что это Камчатка. Скажу, мы тогда планировали строительство этого аэровокзального комплекса собственными силами, с привлечением нашего камчатского бизнеса, вот, и когда объявляли конкурс, мы говорили о том, что нужно будет использовать, вот, наш проект, но, значит, когда пришла, пришел новый инвестор, вот, я уже говорил, объем средств, которые они собираются вложить, это порядка 8 миллиардов рублей. Наш аэровокзальный комплекс стоил 3 миллиарда 400 миллионов. Вот. Их не устроила площадь и место расположения. Сегодня, значит, аэровокзальный комплекс будет построен в северной части Перона, там, где стоят сегодня самолеты нашей малой авиации, вот, в том месте будет, значит, построен новый аэровокзальный комплекс. Мы же планировали строить изначально на месте сквера. Конечно, для нас была самая большая проблема, потому что сквер нужно было бы сносить, часовню нужно было бы переносить, вот, и я даже с каким-то облегчением, честно скажу, значит, вот, принял это решение, потому что сквер останется, останется часовня, останется вот это вот место очень приятное для отдыха пассажиров, тех, кто прилетел и тех, кто улетает. Я думаю, сказать, что аэропорт Петропавловск-Камчатского, вот, Ельзово, он один из самых уютных сегодня, вот, в части, там, привокзальных, какой-то площади вот этого сквера, не везде сегодня есть такие возможности. Поэтому я рад, что нам удастся это все сохранить, и при этом мы получим новый аэровокзальный комплекс, который будет отвечать, он будет в два раза больше по площади, чем мы планировали. Вот, и поэтому, конечно, средства, которые мы потратили, вернее, предприятие потратило на проектирование, вот, они установлены, значит, вот, в, они находятся в тех средствах, которые сегодня инвесторы заплатили, выкупив пакет акций, значит, нашего предприятия. Поэтому здесь никаких потерь нет, но, что называется, только, вот, остаемся пока в выигрыше. Вот, и возвращаясь уже как раз к этому вопросу, еще раз надеюсь, что к лету, где-то, может быть, вот в первой половине лета мы получим дополнительные площади в международном секторе, которые будут отвечать каким-то нормативным, так сказать, вещам, ну, человеческим условиям, так скажем. Ну, да, человеческие условия еще и люди создают. Будем надеяться, что все-таки пассажирам больше не придется в темноте, как это было в соцсетях, выкладывали фотографии, даже видео, искать свои чемоданы самостоятельно. Некрасивая история, некрасивая. Ну, тем не менее, будем надеяться, уже скоро у нас будет красивый, хороший аэропорт. А мы продолжаем. Да, ну, всего-то не осталось подождать, но, да, я думаю, стоит. Мы продолжаем нашу программу. Губернатор уже общается с жителями региона больше полутора часов. И я сейчас предлагаю посмотреть еще один видеовопрос, который к нам поступил из Паланы. Здравствуйте, меня зовут Елена Викторовна Ништад, я живу в поселке Палана. Я хотела задать вопрос губернатору. Нам нужен постоянный рейс из Паланы в Ассору. Потому что сейчас мы летаем сначала до Петропавловска, потом назад. И это выходит очень большие материальные затраты. Как-то этот вопрос можно решить. Раньше, по-моему, мы так летали из Паланы и в Теличики, и в Ассору напрямую. Спасибо большое. Действительно, такой рейс был, я сам на нем летал. Тогда это называлось Ансом-28, ходил по кругу. Теличики Ассора-Палана. И могу сказать со всей уверенностью, как только будут завершены работы по реконструкции полосы в Ассоре, а мы планируем эти работы завершить где-то в декабре следующего года, через год ровно, я вам обещаю, что этот рейс будет. Но я просто хочу сегодня коснуться сейчас и Ассоры. Почему сегодня, может быть, это невозможно будет сделать. Вы знаете, что спецстрой России в свое время не выполнил своих обязательств в части реконструкции аэропорта Паланы, аэропорта Ассоры и аэропорта Никольская. Нам удалось, потратив очень много усилий, вместе с Росавиацией, добиться того, что мы восстановили финансирование по аэропорту Ассора. Сегодня там подрядчики есть, работы ведутся, плиты стали завозить. Есть полная уверенность, что в декабре следующего года полоса будет. Сейчас работы идут на перроне. И как только эти работы будут завершены, рейс будет восстановлен. Почему сегодня это сделать нельзя? Вернее, можно, но это будет очень накладно. Придется летать вертолетами. Это совершенно другая цена. И поэтому, я сейчас поручение дам, чтобы вы посчитали, посмотрели, насколько это возможно, выполнять этот рейс вертолетами. И какая там будет разница в стоимости, посмотрим. Но как только полоса в Ассоре будет построена, самолет будет летать. И будет летать по кругу, как мы говорили, и будет летать на сторону. Но там всегда была одна проблема, вопрос загрузки. С тем, чтобы все-таки с экономикой там все было нормально, значит, нужно, чтобы была загрузка на тех рейс. Она не всегда была, я просто помню сам. И не хотелось бы, чтобы самолеты там ходили полупустыми. И, безусловно, мы когда добивались того, чтобы все необходимые работы в аэропорту Паланы были выполнены, мы как раз рассчитывали на то, чтобы Палана выступить неким узловым портом, для того, чтобы из него можно было летать спокойно в другие районные центры, включая Ассору. Сегодня работа над этим ведется. Но там, еще раз говорю, спецстрой не выполнил обязательства и по Палане. Там есть определенные нарекания в части завершения контрактных работ по Палане. Но еще в следующем году рейс будет из Ассоры в Палану, из Паланы в Теличике на самолетах нашей авиакомпании. Владимир Иванович, ну, вот Вы упомянули, что приходится, как говорится, выкручиваться с помощью вертолетов, но ведь авиабилеты на них тоже же субсидируют край, так же, как и авиа. А этот вид поддержки, он сохранится для авиакомпании? Да, безусловно, конечно. Сегодня эта программа по субсидированию, она уже не первый год у нас работает. Вы знаете, мы долго там поэтапно к этому шли. Но вот на протяжении нескольких лет программа субсидирования, она активно, она работает, она востребована сегодня у жителей. Я должен сказать, что сегодня жители Камчатки, летая внутри нашей территории, на самолетах нашей авиакомпании, пользуются этой услугой, платят 40% стоимости билета. 60% мы авиакомпании восстанавливаем из нашего бюджета. Вот, поэтому достаточно такая вещь дорогая. Но мы понимаем, что без авиации сегодня жизни на Камчатке нет. И поэтому, безусловно, на эти расходы идем. И мне приятно, что и депутатский корпус нас всегда в этом вопросе поддерживает, понимая вот необходимость, значит, этого субсидирования. До полмиллиарда рублей мы ежегодно тратим, значит, вот на эти цели. И эта программа, безусловно, будет работать и дальше. И я очень надеюсь, что жители сегодня, ну, может быть, в какой-то степени довольны тем расписанием, которое есть. Вот, я знаю, что были нарекания в адрес нашей авиакомпании, связанные с не очень качественным обслуживанием здесь, в аэропорту Елизово, в периоды, когда рейсы отложены по погоде. Да, я знаю, что там наказание уже, так сказать, понесли. Мы там провели, значит, необходимые беседы с руководством. Там есть понимание о том, что так поступать нельзя. Вот, и мне кажется, что они там исправляются, значит. Вот, хотя я должен сказать вообще по-честному и сказать огромное спасибо сегодня нашим авиаторам, потому что летать, работать в таких условиях сложно. Да, действительно, достаточно сложно. Вот, и они эту работу всегда выполняют, вот, понимая, что она сегодня жителям крайне необходима. Вы знаете, у нас вырос парк нашего авиапредприятия. У нас уже 5 самолетов А-26 пассажирских. Мы сейчас планируем где-то на первом квартале следующего года открыть рейс Петропавловска-Надырь. Вот, с Магаданом мы ведем переговоры. Дело в том, что вот сейчас на линии Петропавловск-Магадан летает авиакомпания «Аврора». Но, к сожалению, вот мы посмотрели аналитику. Тот самолет, который сегодня стоит с 70 креслами на этой линии, летает полузагруженным. Поэтому там с экономикой очень сложно. Нужен самолет до меньшего объема. Поэтому, может быть, мы поставим вот свои самолеты на этой линии. Ну, с Анатрием все мы получили добро в Росавиации. И надеюсь, что вот с будущего года начнем туда летать. Вот, субсидировать. Мы договорились о субсидировании, потому что мы будем субсидировать 50% стоимости. 50% будет правительство Чикотки субсидировать. Такие же договоренности и соглашения подписаны с Магаданом. Надеюсь, что это в определенной степени станет таким удобной вещью и для наших жителей, и для гостей полуострова, которые будут прилетать к нам. Вот, по крайней мере, и на Чикотке ждут этого рейса. Для них он очень такой ожидаемый. Вот, потому что это новая возможность полететь и в другие регионы страны через Камчатку. Вот, для нас это закуска нашего аэропорта, возможность зарабатывать и все. Поэтому, вот эти программы мы обязательно будем продвигать. И субсидирование, безусловно, будет продолжено, потому что оно сегодня нужно жителям Камчатки. Спасибо, Владимир Иванович. Ну, а сейчас мы снова свяжемся с нашей открытой студией в Петропавловске-Камчатском. Давайте предоставим слово Анне Евстратовой. Анна, вам слово и человек, который пришел задать вопрос. Здравствуйте, мы продолжаем свою работу. У нас, конечно, погода ухудшается, но, тем не менее, желающих задать свой вопрос главе региона очень много. Поэтому мы продолжаем, несмотря на метель, которая у нас здесь. И у нас есть еще один вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Оксана Викторовна Мурзина, директор детской музыкальной школы номер один. Здравствуйте, Владимир Иванович. Недавно мы с семьей были на концерте певицы Наргиз в роллер-дроме. Исполнительница со сцены сказала, что на Камчатке нет ни одного приличного концертного зала. Было очень обидно это слышать. Скажите, пожалуйста, а как обстоит дело с подобными учреждениями сейчас? Спасибо. Мне тоже обидно. Я, кстати, слышал, что не только Наргиз, значит, Александр Розенбаум был, говорил о том, что вот не очень выступая в роллер-дроме. Но я здесь сразу, так сказать, вопрос хочу перенаправить в Министерство культуры наше. Вы поразбирайтесь, пожалуйста, с теми, кто привозит сюда этих артистов. У нас замечательный зал в драм-театре. Мы не так давно открыли зал филармонии. Вот там прекрасные условия. Зал серогласки. Сказать, что у нас вообще ничего нет, невозможно. Я хочу сказать, что мы сейчас бывшее здание Дома офицеров Российской армии. Там сейчас идет реконструкция. И в следующем году мы запустим, там будет Дом молодежи с прекрасным залом. По договоренности с руководством береговой охраны и городской администрации, ДК пограничник в следующем году, он будет передан краю. Мы передадим городу для того, чтобы там был городской Дом культуры. Ну и главное, наверное, сегодня, вы знаете, на берегу Култушкина, на Ленинградске, строится гостиничный комплекс новый. Так вот, в проекте там огромный концертный зал на 500 мест. Я же понимаю, когда... Это не упрек, это констатация. Когда сюда наши коллеги привозят каких-то артистов, для них важно заработать. Поэтому в роли-дроме это все гораздо дешевле, проще, наверное, большее количество мест. И поэтому они там организовывают эти площадки. Я не говорю, что это плохо. Но, конечно, обидно слышать, когда в угоду каких-то выгод территория ставится в такие не очень красивые положения. Хотелось бы это поправить. Поэтому я думаю, что Министерство культуры обязательно с этими коллегами поработает с тем, чтобы шире, может быть, использовали те возможности, которые сегодня есть у нас в Петропавловске. Они, правда, невелики сегодня, но они есть. И, конечно, это не роли-дром. Как-то так. Да, действительно, там акустика очень сильно страдает. Отзывы такие нет. Ну, еще раз говорю, нельзя качество в угоду... В количество, да. Да, надо над этим подумать. Ну, а так, в следующем году, правда, появятся дара с совершенно новым залом, с новым оборудованием. Мы хотим, чтобы там действительно была такая современная площадка для молодежи, вообще, для концертной площадки. И поэтому, полагаю, что эта проблема как-то в ближайшие полтора-два года разрешится у нас. Ну, и смысл в больших площадках строить на Камчатке площадку на три тысячи, там, наверное, и нет смысла строить такие площадки. Вы знаете, мы ведь планировали строительство концертного зала на тысячу мест, на горизонте. Мы там в районе для этих целей за время забирали и ДК «Горизонт». Вот, но мы же понимаем, что вот тысяча человек, это очень много. Там экономики вообще никакой не будет. Вот, и поэтому... Ну, это не мы, это специалисты нам говорили, эксперты говорили. И нет необходимости. Пятьсот мест — это максимум. Ну, зато артистов, которые к нам приезжают, может быть, по части акустики там и есть вопросы, но зато никогда нет вопросов в части реакции зрителей, камерности вот этих выступлений. Они более душевные, чем вот на этих огромных стадионах. Владимир Иванович, ну, мне вот подсказывают коллеги, что есть еще один вопрос с нашей открытой студией в Петропавловске-Камчатском. Говорят, что вопрос острый, и вот люди очень просят его задать, просят выйти в эфир. Анна, вам слово. Пожалуйста. Да, коллеги, спасибо большое. К нам продолжают поступать вопросы. У нас есть еще одна гостья. Передаю ей слово. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Горобенко Галина Петровна. Уважаемый Владимир Иванович, я обращаюсь к вам от имени обманутых пайщиков Восточного фонда сбережений. Просим вас, обратите, пожалуйста, внимание на нашу проблему. Помогите восстановить работу офиса, чтобы мы могли взять необходимые для суда документы. И помогите нам вернуть наши деньги. У нас очень много вопросов, мы вам передадим их. Спасибо. Уважаемая Галина Петровна, уважаемые пайщики, их сегодня где-то порядка 800 человек, 880, если уж быть точным, пайщики этого фонда. Больше 600 миллионов рублей камчатцы в этот фонд привнесли. Я сейчас не буду говорить о причинах, причины понятные. Хотели заработать. Фонд, который обещал 16-20% годовых, понятно, это выглядело соблазнительно, прямо скажем. Но мне кажется, что за годы современной России мы, наверное, должны были научиться, чтобы отличать явное от поддельного. Но деньги из воздуха не появляются. И поэтому, конечно, мне очень жаль, что такая ситуация с нашими камчатцами приключилась. Мы буквально с первых дней там включили. Я был в Москве в командировке, когда представитель одной из инициативных групп, она мне позвонила по приездному. Встречались где-то неделю-две назад, наверное. Я поручил своим помощникам, они сегодня занимаются, они ведут эту проблему. Мне приятно, что и Валерий Федорович, и партия «Един России» отнеслись к этому с пониманием. Они включились, они оплатили расходы, связанные с работой юристов, с возможностью слетать в Хабаровск, в центральный офис для того, чтобы как-то ситуацию разрешить. Я знаю, что сегодня возникли проблемы с выдачей неких документов, там изъяли печать, но там этой проблемой тоже занимаются. Я думаю, что она в ближайшее время там как-то поправится, и документы начнут по-прежнему оформлять и отдавать. Сейчас самое главное – оформить исковые заявления в суд с тем, чтобы правильно оформить. Юристы сейчас этим занимаются, с тем, чтобы появилась возможность обратиться к владельцам этого фонда с тем, чтобы восстановить эти средства. Я никого не хочу огорчить, но, вы знаете, мне кажется, что единственная возможность сегодня каким-то образом эти средства вернуть, вернуть через страховые компании, которая страховала якобы эти вклады. Но эта ситуация требует проверки, этим сейчас тоже занимается, чтобы выяснить, была ли эта страховка. На самом деле, по тем данным, которые имеют, в целом по Российской Федерации средства были собраны в объеме 6 миллиардов рублей. Огромные средства. Да, да. Но наши камчатцы действительно делали большие вклады. Максимальный вклад был 18 миллионов. Представляете, люди эти деньги копили, значит, и в итоге сейчас вот оказаться ни с чем, это кошмар, это трагедия вообще, большая трагедия. Вот. Я, Галина Петровна, я одно могу сказать, что мы этой проблемой занимаемся, насколько вот мы можем там принимать участие в этом, мы обязательно это участие будем принимать с тем, чтобы сопроводить эти все, значит, исковые заявления, с тем, чтобы вот каким-то образом там, значит, оказать содействие в организации работы офиса, я знаю, что руководитель нашего камчатского офиса я с ним встречался, она очень разумная женщина, она очень сегодня активно работает со следствием и с спальщиками, с тем, чтобы ситуацию все-таки как-то разрешить. Но она остается очень сложной, это все надо понимать. Завтра никто денег не вернет, чтобы все понимали, не строили никаких иллюзий. Нужно будет пройти такой достаточно тяжелый, сложный путь, ну, чтобы это состоялось. Я хочу всем пожелать набраться терпения, значит, вот силы накопить, чтобы этот путь пройти. Он простым не будет. Вот это единственное, что сегодня могу сказать. Но мы эту проблему не оставим, мы будем ей обязательно заниматься и будем помогать максимально, чтобы наши камчатцы вернули хотя бы часть какую-то, значит, своих средств. Спасибо, Владимир Иванович. Да, этот вопрос, напомню, нам поступил с нашей открытой площадки, где вот буквально вот подходят люди с насущными проблемами и тут же вот получают возможность обратиться к губернатору напрямую. Также у нас работают телефоны прямой линии, вот сейчас режиссеры сообщили, что у нас есть еще один звонок. Предлагаю послушать, какой вопрос поступит. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос главе региона. Доброе утро, студия. Доброе утро, Владимир Иванович. Я жительница аэропорта, хотела бы вам задать вопрос. Когда нам наведут порядок? Вот 50 метров мы живем от аэропорта, и у нас такой беспредел, такое творится. Грязь везде, дороги вообще нету. Детками не можно никуда пройти, нету тропинок. У нас освещения нету. Третий дом стоит, в котором мы когда-то много лет жили. Мы все дети бывших летчиков. Мы вот здесь живем уже столько много-много лет. Вот у меня дом 7, звездная 7, выходит на трассу центральную, старой дороги. А у нас, если бы вы хотя бы обратили внимание, старые эти сараи, все разбитые. Дети бегают, там и ноги можно поломать. Когда нам ведут порядок, пожалуйста, обратите на нас внимание. Мы уже были и в депутата нашего Елизовской, и в администрации. И где только не было, осталась только надежда на вас. Я прошу прощения, представьтесь, пожалуйста. А теперь, говорят, аэропорт в другом месте будут строить. А мы как должны жить, жители? У нас ни дорог, ничего. Мы поняли ваш вопрос. Если можно, назовите себя, пожалуйста. Помойки везде, крысы бегают, а никто внимательно прощает. Ну, видимо, нас не слышат. А я слушаю вас, слушаю. Да, да, представьтесь, пожалуйста. Торокина Любовь Анатольевна. Любовь Анатольевна, спасибо вам большое за ваш вопрос. Мы так понимаем, речь идет, вот опять возвращаемся на ту же точку. Это наш главный аэропорт, главный воздушный город. 50 метров от аэропорта, сказала. Любовь Анатольевна, давайте мы с вами так договоримся. Вот 12 числа не обещаю, а 13 числа я, наверное, буду улетать на Москву. Вот я туда приеду и привезу туда всех ваших юридических начальников. Вот, и вы вместе походим там в вашей звездной... Вы в звездной 7 живете, я так понимаю? Вот, вот у вашего дома мы там и соберемся. Возле местной части мы находимся. Возле местной части живем, в звездной 7. Вот там и соберемся и послушаем там ваших начальников, почему там мусор, крысы и все остальное. Я думаю, что они... Мы где только не были, в управляющих компаниях. Я думаю, что они сейчас нас тоже слышат. Я там частенько 26 километров занимаюсь, значит, вот, но сейчас вот еще и городком позанимаемся. Хорошо, давайте на 13 число... Спасибо вам огромное, что вы на нас обратили внимание. На 13 числа мы там у вас увидимся, хорошо? Да, всего доброго. Спасибо, Любовь Анатольевна, за ваш вопрос. Да, жители активно себя проявляют. Ну, наболело, да, 100 дозвониться. Владимир Иванович, и на прямую линию поступали же заблаговременные, еще раз напомню, да, вопросы. И вот сразу несколько вопросов. Они касались зарплаты работников в бюджетной сферы. Будет ли повышение в новом году? Вот что люди спрашивают. Спрашивают люди, да. Чего им ждать? Вы знаете, конечно, проблема заработной платы, она всегда была. Учитывая, опять, условия жизни на Камчатке, дороговизну, логистику сложную, конечно, хотелось бы, чтобы заработная плата была достойной. Могу сказать, что мы, в отличие от федеральных учреждений, мы в течение этих пяти лет всегда проводили индексацию на уровень инфляции. В 2017 году это сделали только для указников, ну, для тех, кто попадает под указы президента, остальной части не было. Но с 1 января 2018 года повышение будет для всех, ну, для всех, для всей бюджетной сферы. Мы заложили для этого порядка 800 миллионов рублей в бюджет, средства есть, и мы это обязательно сделаем. Конечно, все, что касается вообще доходов сегодня населения, реальных доходов, я понимаю, что они зачастую невелики, вот, и у нас действительно, вот, реальные доходы населения в 2016 году упали. В 2017 ситуация немножко поправляется, но она, ну, не столь позитивна. Мы, все, что касается, вот, заработной платы, минимальной платы труда, прожиточного минимума, мы очень активно работаем здесь с профсоюзами, с тем, чтобы, вот, даже в рамках трехстороннего соглашения, вот, и те задачи, которые поставлены президентом страны, о том, чтобы довести уровень минимальной платы труда до уровня прожиточного минимума, чтобы он сравнялся. Вот, мы, вот, в крайнем соглашении с профсоюзами, мы предусмотрели, у нас, по-моему, сегодня эта цифра составляет 90%, вот, соотношение минимальной оплаты к прожиточному минимуму. И, надеюсь, что, вот, где-то, наверное, в первой половине 2018 года мы перейдем уже к стопроцентному, значит, выполнению этой задачи, которую поставил президент. По крайней мере, мы такие намерения, так сказать, имеем. Ну, в целом, еще раз говорю, вот, у нас первое повышение, вы помните, мы говорили с 1 октября 2017 года, мы на 2,5% повысили уровень минимальной оплаты труда, вот, и все, что касается, вот, всех этих, значит, повышений, средства у нас необходимые в бюджете заложены, и будем в этом направлении двигаться. Да, они небольшие, но, но это, это повышение. Спасибо, Владимир Иванович. А мы хотим сообщить, что из-за плохих погодных условий мы закрываем нашу площадку в Петропавловске и Камчатском, погода действительно испортилась, людей не хотим морозить в такую погоду, поэтому мы просим людей туда не приходить, а воспользоваться другими нашими открытыми каналами. Например, у нас по-прежнему работает телефон в студии, и по-прежнему идет прием ваших вопросов в интернет-приемной на сайте правительства Камчатского края, если кто не знает, напомню, тройной w.com.gov.ru. Обращайтесь, пожалуйста, а площадку в Петропавловске мы закрываем по погодным условиям. Но в то же время режиссеры говорят, что в Елизове все в порядке, вот они особенности нашего Камчатского микроклимата, так что они готовы работать. Напомню, там работает наш коллега Михаил Рудько, и Михаил, вам слово. Спасибо, коллеги, у нас есть очередной вопрос. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут и ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Ефимова Елизавета Владимировна, я председатель ГСК «Товарищ». Уважаемый Владимир Иванович, к вам такой вопрос. Тариф на электроэнергию для населения снизился, но для владельцев гаражей в гаражно-строительных кооперативах составляет 6 рублей 69 копеек за киловатт. В нашем ГСК в основном пенсионеры. Хранят они в гаражах личный транспорт и урожай. Вот как можно за такую цену за электроэнергию пользоваться гаражом? Помогите, пожалуйста, нам. Спасибо большое за вопрос. Владимир Иванович, я буквально позволю себе небольшую ремарку. Ведь действительно вопрос актуальный, потому что и с одной стороны гаражи и сараи – это жизненная необходимость для многих, но при этом платят люди за них, как за коммерческие объекты. Вот сейчас так получается. Ну а с учетом инициативы президента по снижению тарифа для бизнеса за гаражи и сараи люди будут платить вообще гораздо больше, больше всех, наверное, чем даже предприятия. Ну, вопрос действительно на злобу дня, что называется. Но только как быть с теми, кто сегодня в гаражах осуществляет так называемую индивидуальную трудовую деятельность. Вот вы же знаете, у нас сегодня в гаражах иногда жизнь там кипит, значит, что-то ремонтируют, производят, раскатывают, все что угодно, потребляя огромное количество электроэнергии и всего остального. Но, безусловно, это не должно касаться основной части населения, особенно пенсионеров, которые хранят в гаражах заготовки какие-то, в сараях. Но, значит, такое поручение нашей региональной службы по тарифам дано, мы уже просчитали, вернее, они уже просчитали наши возможности. Значит, с 1 января 2018 года для этой категории людей, владельцев гаражей, сараев, подвалов, мы снизим стоимость примерно на 30%. Вот, и стоимость где-то будет 4,68 рубля копеек, значит, стоимость за киловатт. Я думаю, что это вполне приемлемая цена. Как в жилых домах. Да, да, да. Чуть-чуть выше. Да, да, да. Мы приводим к жилым домам, да, приводим к жилым домам. Вот. И, ну, еще раз говорю, это не коснется, наверное, тех, кто занимается там какой-то в гаражах, какой-то коммерческой деятельностью. Но, там, товарищи из контрольных органов все эти вещи проверят, посмотрят, вот, и при, значит, выставлении счетов эти вещи обязательно учтут. Вот, чтобы было справедливо все, чтобы действительно пенсионеры не страдали из-за того, что кто-то там занимается какой-то индивидуальной деятельностью. Так что, с 1 января мы вот такое решение приняли и на 30% снизим тарифы для такой категории. Ну, это хорошая новость, точно, для тех, кто не занимается коммерческой деятельностью в кооперативных гаражах. Вот, Борис напомнил о президентской инициативе, что для предприятий снижено, да, до средней российского уровня. Если можно, тогда несколько слов по этому поводу скажу. Действительно, ожидаемое такое решение было, значит, в отношении выравнивания, значит, тарифов на Дальнем Востоке с общероссийскими. Для наших предприятий, ну, для нашего бизнеса это где-то снижение на 40%. Мы получили уже в этом году значительные надбавки, значит, по линии энергетики, вот, за значительную прибавку, вот, в виде реальных денег на эти цели. И так будет продолжаться. В следующем году мы защитили, значит, наши цифры. Возникали некие вопросы у Минэнерго России в части того, что у нас к этой программе присоединились так называемые изолированные потребители. Вы знаете, у нас достаточно большое количество и в сфере рыбопромышленного комплекса, и в горнорудном секторе компаний, которые имеют локальные сети. Они используют дизельную генерацию для того, чтобы, значит, в этих предприятиях работали. И на эти цели у нас действительно значительная цифра выросла, подросла. У нас такая же картина сложилась в Якутии и на Чукотке, вот, но мы смогли свою позицию объяснить, почему это произошло. И поэтому сегодня, в принципе, напряжение снято, но вместе с тем вопросы остаются. В целом, еще раз говорю, инициатива востребованная, нужная, вот, и я надеюсь, что это очень поможет сегодня развитию, значит, бизнеса. Вот такая мера. Я не знаю, насколько это накладно для жителей всей центральной России, но, мне кажется, там незначительное повышение. Вот, важно, что мы здесь эту помощь реально ощущаем, благодаря решению нашего президента. Для этой помощи ощущает бизнес. Да, да, да. Уважаемые телезрители, мы работаем в прямом эфире, звонки принимаются по телефону 4122-64-4236-46, код города, напомню, 8-415-2. Отмечу, что если вам даже не удастся задать вопрос в эфире, он будет обязательно записан, и вы получите на него ответ. Но у нас есть очередной телефонный звонок, предлагаю его послушать. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Александр Николаевич. Владимир. Такой вопрос. Вот на Северо-Восток переселили очень много семей, расширили, ну, достаточно так, укрупнили микрорайон. А про школу, про новую, для новой школы забыли, ну, про землю на Северо-Востоке. Теперь вот две школы, 42-я и 40-я перегружены. И о новой школе не предвидится, вот как это получилось. Спасибо большое, Владимир Николаевич, за ваш вопрос. Не забыли. Значит, я уже говорил, что детский сад будет в следующем году сдан, вот, в новом микрорайоне, на Дальневосточной. Речь о новой школе идет уже в течение, наверное, полугода. Вот, есть несколько вариантов, в части пристройки к одной из школ, с тем, чтобы увеличить емкость. Вот, речь идет о том, чтобы перенести, выделить площадку для строительства новой школы через дорогу туда, вот, ближе к Медвежьему озеру. Вот, но сегодня, действительно, решение формируется. Оно будет сформировано и Министерством образования, и городской властью. Как только, вот, они там, параметры обозначат, мы решение средствей школы, вот, в этом микрорайоне обязательно примем. Она там необходима, это правда. Вот, микрорайон РОС. Особенно, да, высотные дома появились. Да, да, да. И мы решили, что дальше город в этой части мы расширять не будем, там будет граница. Вот, и, конечно, формирование, вот, удобной среды, оно будет там продолжено. Я уже говорил, там сейчас решается вопрос об открытии поликлиники, вот, где-то в ближайшее время этот вопрос будет решен. Там открыт МФЦ новый, вот, сейчас, говорю, детский сад сдается, и вопрос со школой тоже будет решен. Ну, да, микрорайон за последние годы, конечно, значительно укропнился, поэтому и социальные объекты там просто необходимы. Так что, вот, я думаю, что где-то в первом полугодии следующего года мы примем решение о строительстве школы. Думаю, хорошая новость для жителей Северо-Востока. Предлагаю вновь продолжить с видеовопросом. На этот раз он из Мильково. Давайте посмотрим. Здравствуйте, я пенсионер Катимула Наталья Павловна. Живу в Мильково. Владимир Иванович, я хочу поблагодарить вас, большущее вам спасибо от жителей села, от жителей района за новую нашу автостанцию. Замечательное здание, единственное, ждем, когда же она начнет работать. Спасибо большое за вас. Вы знаете, сейчас могу точно не вспомнить, но, по-моему, или в 15-м, или в 16-м году на сходе в Мильково, значит, вот мы с Валей Федоровичем там районка были, и жители сказали, что действительно территория транзитная, вот мосты построили, вот большое количество пассажиров, а автостанции нет. Я тогда пообещал, что мы в Мильково автостанцию построим. Ну, так получилось, что в Мильково там, правда, целый букет сейчас. ФОК сдается, вот, жилой дом сдается, и вот, и автовокзал. Ну, насколько я вот могу судить там по докладам, я вообще собирался где-то 19-го числа проехать в Мильково и принять уже в эксплуатацию и ФОК, и автовокзал. Вот, надеюсь, что с нового года, ну, с января месяца автовокзал заработает. Там все необходимые процедуры, насколько я знаю, так сказать, пройдены, там еще остались подписания каких-то документов, вот, их не очень много. И с января автовокзал заработает, вот, но там же очень важный вопрос был, кто ее должен содержать, кому его отдать на баланс. Ну, вот, с помощью местной власти, там, нашелся предприниматель, который готов это все взять, на условиях, кстати, сейчас на партнерство, образно говоря, вот, будет предоставлять там услуги какие-то пассажирам и в части продажи, питания, там, значит, всего остального. Вот, ну, попробуем такой путь. В здании Тина, я был там два раза, когда он устроил и смотрел сам процесс, ну, хороший новый автовокзал получился. Самый современный у нас на Камчатке, отвечающий всем требованиям. Я должен сказать, что в Елизово несколько лет назад был построен автовокзал, тоже на условиях государственного частного партнерства, он работает, вот, но остается в Петропавловском, Камчатке. Здесь проблема. Дело в том, что вокзал на 10-м километре, он не отвечает никаким требованиям, и там уже и прокуратура вынесла необходимое решение. Даже без решения прокуратуры понятно, что его нужно убирать. И вот в течение года уже, значит, у нас у Министерства транспорта, городской власти идет дискуссия с нашими, с некоторой частью депутатов нашего ЗАГСобрания по месту расположения, по зданию, которое можно под автовокзал приспособить. Вот, но пока дискуссия, вот, она побеждает пока депутаты, значит, решения нет. Но я надеюсь, что все-таки депутатский корпус услышит доводы Минтранса, он сочет их убедительными, и они от решения, вернее, у меня сейчас на этот счет, у меня сомнений никаких нет, что мы в итоге решение найдем и примем. Значит, речь идет о том, чтобы автовокзал расположить в районе улицы Карломарса, в районе гостиницы Петропавловск. Вот, с выходом на федеральную трассу, там очень... Раньше оттуда, да, в аэропорт возили. Аэровокзал. Аэровокзал, речь идет о здании аэровокзала, да. Вот, мы со специалистами уже в течение двух лет, значит, эту проблему смотрим. Это самое удобное место, рядом автобусный парк, место для стоянки выезд на федеральную трассу, он очень удобен. Вот, есть вопросы якобы по состоянию, по техническому состоянию самого здания. Вот, экспертных заключений то не есть, то их нет, вот, поэтому я думаю, что как только дискуссия, вот она, эмоции уйдут в сторону, и мы решение примем, значит, и будем вот где-то в том месте, значит, располагать автовокзал. Чем удобно это здание? Я сейчас не о техническом состоянии, а просто о самом расположении. То есть, площадь, которая есть на первом этаже, ее вполне достаточно по нормативам для того, чтобы сделать автовокзал. На втором этаже может быть хостел для сегодня приезжающих, для гостей города. Вот, это одно из, значит, ну, одно из предложений, вот, по, в части, значит, реализации этого проекта. И нужно сказать, что это будет дешевле, чем строить новый. Мэры по расчетам, ну, примерно расчеты понятны, что новый автовокзал построить вот в том, значит, в виде, который нам необходим, нужно миллионов пятьсот-шестьсот. У нас здесь цифра может быть чуть ли не в половину меньше. Поэтому, вот, исходя из всего, значит, сказанного, надеюсь, что в течение, допустим, первого квартала следующего года мы вместе с нашим депутатским корпусом примем решение о месте, значит, строительства автовокзала в городе Петропавловске-Камчатском. Он необходим. Спасибо, Владимир Иванович. Владимир Иванович, еще один вопрос поступил к нам из интернет-приемной, и, вот, кстати, похожих вопросов было несколько. Люди говорят, что по центральным каналам прошла информация о том, что заканчиваются федеральные программы, по которым строится жилье, в том числе и на Камчатке. Значит ли это, что новое жилье в крае пока больше строить не будут, и что делать людям, которые продолжают проживать в аварийных домах? В чем-то он повторяет, да, тот вопрос, который нам по телефону поступил? Да, я уже отвечал, действительно, одна программа, она завершена. То есть, 31 декабря 2017 года, значит, действие программы по расселению аварийного ветхого жилья, которое было внесено в реестр до 1 января 2012 года, все, эта программа заканчивается. Насколько я знаю, там по нескольким субъектам Российской Федерации есть вопросы по ее исполнению. На Камчатке вопросов нет, мы ее завершили, вот, и в октябре отчитались, полностью к нам в этой части еще вопросов нет, и мы действительно расстелили, на эти цели мы направили порядка 2,5 миллиардов рублей, с 2013 года она у нас работала. Переселили более полутора тысяч человек, значит, и поэтому она у нас, естественно, выполнена. Но новая программа, повторюсь, но скажу, сейчас формируется новый реестр, формируется, значит, ветхоаварийного жилья вместе с муниципалитетами. Эта программа начнет работать с 1 января 2019 года. До этого времени мы должны эту работу провести. Владимир Владимирович, так чтобы не повторяться еще, по отдаленным районам, если по жилью, идет строительство жилья там? Ну, вы знаете, у нас строительство идет, вот, в следующем году у нас 3 дома сдаются в Усть-Баширецкий, Ключах, в Мильково, значит, 7 домов мы начнем строительство в Корягском округе, в различных селах, вот, я надеюсь, что до Нового года, вот, дом будет сдан в Каменском, вот, в Тегеле, там тоже, там провисает, там проблема связана, опять, с подрядчиком, который, значит, вот, не выполняет своих обязательств, но у медсистем тоже работы идет. Вообще, вы знаете, я бы хотел сказать о наших подрядчиков, вот, говорили об улице Мишенной, вот, там, кстати, вот, подрядчики у нас, иногда стыдно бывает за то, что наши камчатские компании, ну, не выполняют своих обязательств, вот, так было бы, из Камчатских, вы знаете, очень сложно шло строительство жилья, наши камчатцы, их не много сегодня таких, но они, к сожалению, есть. Не просто, вот, в Тегеле идет стройка, и всегда, здесь, вот, я упоминал садик на Арсеньева, вот, подрядчики, они, они затаскали всех по судам, нигде ничего доказать не могут, вот, ну, вместе с тем, значит, пытаясь доказать, что они состоятельные, ну, не состоятельные, ну, не можете вы построить объект, ну, не заходите в этот дом. Да, они очень хитро поступают, они просто регистрируют новое предприятие, новое ООО, один же человек, и снова участвуют. И вот, и с ними всегда очень сложно, вот, с ними работать, вот, они такие трудновоспитуемые, вот, у нас участок дороги федеральной, вот, по Натундровой, вот, там тот же подрядчик, что и на Мишенке. Ну, все раскурочил, значит, ничего сделать не может, и стыдно перед Росавтодором, потому что он у них на подряде работает. Конечно, сама федеральная трасса, которая сегодня, вот, есть, к ней есть много вопросов сегодня, нареканий, мы уже об этом в Росавтодоре говорили, те работы, которые там проводились по реконструкции, они, ну, к сожалению, сегодня по многим позициям ситуацию не улучшили. А может, и улучшили. Вот, и понятно, что там нужно эту работу продолжать. Спасибо, Владимир Иванович. Ну, режиссеры говорят, что у нас есть еще один звонок. Давайте послушаем. Давайте его послушаем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Виталий. Владимир Иванович, я каждый день езжу по дороге на Высотной, на Шанхае, и в этом году по этой дороге просто издевательство ездить. Полгода дорога была в ямах на Тундровой, сейчас ее заделали, но абы как. А недавно была проблема со свечением. Вот столько ждали свет на этой трассе, все вроде бы построили, но тут тоже не слава богу. Скажите, пожалуйста, а когда вот на этой дороге будет порядок? Спасибо. Спасибо. Я вот начал об этом говорить по поводу федеральной трассы. Ну, начну с того, что это федеральная трасса. И вот этот участок дороги, вроде Тундровой, как раз на подряде работает наша камчатская компания. Ну, вы сами видели, в каком он состоянии, значит, не выполняет совершенно своих обязательств. И там сейчас с ним, насколько я знаю, идет процедура расторжения уже контракта. Там что-то замазали вот к зиме, там, значит, те ямы. Ну, вот говорят, да. А еще остались ямы. Которые были, да. Ну, крайне неприятно вообще вот по этому поводу говорить, значит, и с руководством Росавтодора, потому что они-то считают, что у нас вообще в дорожной отрасли все нормально. Правда, у нас очень много компаний, работающих в дорожной отрасли, которые чтут вот свое имя, они достойно выполняют свою работу. Вот, и к ним, что называется, только уважение. Но есть вот такие, о которых я уже говорил, он на Мишенке работал. Мне иногда, они такие, они правда трудновоспитуемые. Вот все законные меры, которые к ним применяются, они их не то что игнорируют, но воздействия законных сегодня просто нет. Я говорю, иногда хочется просто взять ремень, значит, портки с них спустить, значит, и отшлепать, значит, по месту, чтобы вот, ну, появилось понимание того, что если не можешь делать, не ходи и не делай этого, не порти дело. Вот, поэтому надеюсь, что все-таки вот наши министерства, ведомства, которые объявляют какие-то конкурсные процедуры на те или иные объекты, учтут, значит, вот, их такую плохую работу, и они больше не будут получать подряды, например, на Камчатке, чтобы не позорили ни себя, значит, ни Камчатку. Теперь то, что касается самой дороги. Вы знаете, два года назад, когда здесь был министр транспорта Российской Федерации, Соколов Максимович, мы с ним договорились и попросил, ну, вот, 12 километров федеральной трассы проходит фактически в черте города. Помоги с обещанием. И он дал поручение, освещение, проектирование, вот, было, сделали, в этом году, наконец-то, запустили. Да, там не всегда все, значит, работало, но сейчас вроде все это отрегулировали. Есть вопросы к подпорной стенке на Королева, габионы, но вроде используется по всей России, вроде нормально работает, посмотрим, как у нас все это будет работать. Я высказывал претензии по поводу выезда из города, это узкое горлышко, значит, ограждения сегодня, они, может быть, где-то в Центральной России, эти ограждения у тротуаров, они хороши, у нас, где снег, извините меня, значит, больше метра, ну, какие эти ограждения? Ну, после первой же зимы половина, если бы помять. Или тротуары 80 сантиметров шириной, для кого это сделать? Для карликов каких-то, для лилипутов. Поэтому, вот, надеюсь, что вот эти все замещания Рософтографии принял, я встречался не так давно с руководством, вот, я уже говорил, у них, они достаточно высокого мнения о работе наших дорожников в целом, вот, и по Мирковской трассе, и здесь, по городу, но, вот, то, что, кстати, федеральные трассы, я думаю, что там изменения будут определенные, вот, вот, они, там поменялось руководство сегодня в Хабаровском дале, в Продоре, они отвечают за деятельность, за содержание этой дороги. Я надеюсь, что вот выводы они определенные сделают, и, конечно, больше таких ляпов, вот, то, что есть сегодня на Тундру, их не будет, их поправят в следующем году, потому что все-таки федеральная дорога, вот, вот, и она должна соответствовать каким-то нормативам. Мы договорились, вернее, руководство Росавтодора вышло к нам с предложением о том, чтобы мы эту дорогу забрали в край, вот, мы это обсуждали, но я им поставил условие, значит, вы доведите эту дорогу до нормативного состояния, вот, и тогда мы готовы будем ее к себе принять. Но я что имел в виду, значит, в том числе и четырехполосную дорогу до аэропорта, вот, потому что ее сегодня явно не хватает, там уширение провели, значит, на некоторых участках, там, где была возможность, за счет обочин, но этого явно мало, вот, ну, и освещение, конечно, всей трассы до самого аэропорта. Там сейчас, вот, идет обсуждение этих вот предложений, ну, надеюсь, мы до чего-то там с ними обязательно договоримся, и, конечно, учитывая еще раз, что 12 километров этой трассы в расположенном черте города, мы, конечно, в будущем эту дорогу намерены забрать себе с тем, чтобы ее эксплуатировать, значит, и содержать так, как нужно, значит, нам здесь, на Камчатке, и как раз с учетом наших условий камчатских, потому что зачастую, вот, там есть некая, не понимая, когда проектные работы проводят, не учитывают наши климатические погодные условия, снеговую нагрузку, вот, а это должны обязательно учитывать. Так что я надеюсь, что все-таки вот у... этой федеральной трассы, у нее хорошее будущее, вот, и она еще нам послушает, вот, верой и правдой долгие-долгие годы. Вы знаете, вот, пару дней назад возвращался из Владивостока, обычно днем прилетаешь, а здесь прилетаешь, летишь ночью, значит, и посмотрел сверху на Петропавловск, на освещенный, Петропавловск, да, замечательно, да, и то, что мы осветили трассу на Елизово, дорогу, вот, я обещал, кстати, тоже на прямой линии, по-моему, здесь же год или два назад. Да, кстати говоря, вот, от лица всех автомобилистов, Владимир Иванович, хочу вас поблагодарить за это освещение на старой трассе. Да, и сделано, и, главное, сверху город совершенно по-другому смотрится сегодня, вот, и я не ожидал, что Петропавловск сверху ночной такой красивый видел. Он красивый, по этой трассе отлично не только на нее сверху смотреть, но и ехать по ней, потому что кто часто ездит между Елизовой и Петропавловском, помнит, что она узкая, что там не везде есть тротуары, что она извилистая, и там местами вот просто страшно, и там же пешеходный переход, много населенных пунктов, и просто вот реально едешь за рулем, и очень страшно, так что я думаю, что да, все автомобилисты скажут только спасибо за это освещение. Ну, Минтрансу, пусть говорят, полосы сделали. Минтрансу тоже спасибо. Владимир Иванович, ну а мы продолжаем тогда с интернет-приемной, с вопросом из интернет-приемной, не можем его обойти стороной, дети наши, все, и поэтому вот такой вопрос, будет ли продолжено строительство жилья для обеспечения многодетных семей квартирами? Ну, такой вот вопрос по многодетным семьям. Да, безусловно, будет, вот, тем более, вы знаете, сейчас президент, вот, не так давно объявил, что называется, перезагрузки, все демографические ситуации в стране, вот, вопросом материнства, детства, всегда обращалось достаточно большое пристальное внимание, сейчас будет еще больше. Ну, начнет с 2018 года действовать целый комплекс мер, связанные с повышением рождаемости, вот, улучшением материального состояния детей, конечно, его семей. И, конечно, для нас сегодня этот вопрос тоже очень важный. Я должен сказать, что мы в последние годы, где-то порядка 200 семей, многодетных у нас получили жилье. Вот, эта программа работает, может быть, не так активно, как хотелось бы, вот, и желающих много получить земельный участок. Мы понимаем, насколько сложно сегодня построить у нас дом, особенно для детей, для семей и многодетных, достаточно дорогая такая процедура, но вместе с тем. Ну, вот, поэтому, безусловно, значит, эта программа у нас будет продолжена, но, вы знаете, мы ведь сегодня в плане поддержки таких семей, мы ведь используем не только, там, строительство, вот, мы используем активно сегодня такую форму, как социальная выплата на жилье, мы сегодня даем жилье в социальный найм, по социальному найму. Вот, это, ну, есть вот вещи, где подобных, значит, вот, мер поддержки других субъектов не оказывают. Мы на себя их взяли, все мы понимаем, насколько для нас этот вопрос важный. Вот, но дети наши все, вот, и поэтому, конечно, у нас на следующий год, вот, на социальные выплаты на приобретение жилья, на катетах заложено 100 миллионов рублей, и мы обязательно будем здесь двигаться вперед, с тем, чтобы, значит, вот, эта проблема решалась. Все, что касается строительства специальных домов, вот, вопрос прорабатывается, мы смотрим, насколько это возможно реально в наших условиях. Вот, ну, а то, что касается продвижения самой очереди, ну, это всегда волнует, вот, семей, можно обратиться в Министерство коммунального хозяйства, и там всегда, там все прозрачно, все понятно, вот. Я не хочу, чтобы все понимали, что сложилось какое-то такое благостное впечатление, предстоящего, нет, у нас там очень много проблем, правда, вот, и, но все, что сегодня можно делать, вот, в рамках нашего бюджета, в рамках тех решений, которые мы до этого принялись, мы делаем. Делаем по-честному, понимая еще раз, что это необходимо в Камчатке, необходимо в стране, вот, как-то так. Насколько я знаю, у нас сегодня на Камчатке вроде бы положительная динамика по увеличению многодетных семей, да, то есть многодетных семей становится больше? Да, да, и деток, и деток становится больше, это очень такая позитивная вещь, вот, и слава Богу, что так идет. В том числе, я думаю, и меры господдержки, которые сегодня предоставляются, и наш региональный материнский капитал, и краевод, федеральный. Да, это правда. У нас очень активно сегодня работает площадка в Елизове. Ну, это же Елизово, да. И, кстати говоря, очень много там вопросов о развитии спорта, по-моему, не в первый раз даже, да, какие-то у нас елизовчане, такие более спортивные, что ли, я не знаю, чаще оттуда, да, спортивные вопросы поступают. И в связи с этим слово Михаилу Рудькову, который работает у нас на площадке в Елизове. Спасибо, коллеги. Действительно, сегодня много вопросов о спорте, и вот очередной из них. Добрый день, Владимир Иванович. Обращается к вам тренер-предпредаватель спортивной школы Олимпийского резерва Горбачев Виктор. В нашем районе на протяжении многих лет активно развивается восточное единоборство. Дети участвуют в всероссийских и международных соревнованиях. Но, к сожалению, около 10 лет назад был закрыт специализированный спортзал, из-за чего возникли определенные проблемы. Пришлось снимать, арендовать помещения в бизнес-центрах, торговых центрах. Наш фокорадужный также задействован по максимуму. Пришлось даже задействовать территорию кафе. И в связи с этим очень хотелось бы, чтобы на территории города Елизова был построен специализированный спортзал, зал единоборств, в котором было бы специальное оборудование, специальное покрытие. Спасибо. Вопрос? Ну вот, зал единоборств просит елизовчане. Я-то в Радужном бываю, там очень много борцов, считал, что там с этим проблем как бы нет. Я знаю, что в новом здании, который в высотке построили, там тоже есть зал для борцов, и они там занимаются, там ребятня занимается, знаю об этом. Но разговор вообще шел и с руководством Елизовского района о том, чтобы вот там такую площадку открыть. Давайте мы так договоримся. Я не знаю, у нас Роман Сергеевич на связи, нет? Вообще должен быть. Должен быть, да. У нас главы вообще обычно дежурят на площадках. Давайте мы уточним у него. Но еще раз говорю, разговор был. Я думаю, что вопрос там решаемый. Безусловно. Причем там без каких-то временных больших задержек. Надо просто понять, что для этого сегодня требуется. И мы, безусловно, там содействие всяческое в этом плане окажем. С тем, чтобы этот борцовский зал в районе появился. Ну давайте Роман Сергеевичу дадим слово. Да, если тем более ребятишки хотят таким заниматься. На связи Елизова. Роман Сергеевич, вам слово по вот этому вопросу. Роман Сергеевич, вы в эфире. Уважаемый Владимир Иванович, ну на самом деле мы проблему решаем. Мы по вашему поручению еще полтора года назад начали эту работу по возведению спортивного зала. На сегодняшний день у нас сформирован участок под спортзал. Находится он в районе первой школы. Мы закончили проектирование. Сейчас находимся на государственной экспертизе. Надеюсь, что проект пройдет государственную экспертизу. Сейчас прорабатываем вопрос с Министерством спорта Камчатского края для того, чтобы войти в программу краевую. И я думаю, что по окончанию экспертизы мы, наверное, уже приступим к строительству. И уверен, что мы, наверное, должны уже в следующем году все документы получить в полном объеме. Роман Васильевич, мы поддержим Вас. Вы хотите с предложениями, да, нужен зал для любителей, поэтому будем строить. Ну это хорошая новость, развивается Елизаветский район, не только горнолыжные базы. Да, конечно, крытые залы нужны, поскольку вот помимо зимних видов спорта у нас все-таки очень-очень длинная зима. И остальные виды спорта, они вот как раз вот в этих крытых помещениях и занимаются. И, конечно, борцам тоже у них есть такая необходимость. Я предлагаю продолжить с видео вопросом. На этот раз он из Усть-Большевецка. Давайте его посмотрим. Уважаемый Владимир Иванович, к вам обращается житель села Апачи Набокин Юрий Федорович. Я живу на Камчатке с 83-го года. Наша дорога от 0 до поселка Октябрьский за это время уже исчерпала свои возможности. Она пришла в негодность. Когда будет асфальтовое покрытие на этом участке? Ну, о Большевецкой трассе мы серьезно начали думать два года назад. Значит, когда стало понятным, что фронт работ по Мильковской трассе со сроками понятен, с финансированием понятен. Хочу сказать, что у нас на следующий год там 30-ти километровый участок по Мильково, и Росавтодор нам подтвердил это финансирование. И останется 28 километров на год 19-й. Я думаю, что к началу 19-го года мы Мильковскую трассу в асфальту катаем. Но я давал поручение о том, чтобы мы двигались параллельно. Значит, Большевецкая трасса для нас имеет очень большое значение. Я знаю, насколько сложно там ездить летом. И там, вы знаете, очень много сегодня людей ездят просто на рыбалку в Усть-Большевецкий район. Вообще, она активно, эта дорога используется. Я не соглашусь о том, что ее там нет. Она есть, и она в каком-то состоянии поддерживается, близко к нормативному. Но, безусловно, она сегодня не отвечает современным требованиям. Поэтому решение было принято еще два года назад о том, что мы в 2018 году начнем проектирование этой дороги. Для подготовки ее покрытия, для укладки твердого покрытия асфальт-бетонного. Поэтому, надеюсь, что как раз к окончанию работ на Мильковской трассе у нас будет готов проект по трассе из Большевецкой. Мы начнем, мы заявимся, безусловно, в Росавтодору для того, чтобы получить софинансирование. И начнем эти работы на этой трассе. Но, я тут что могу сказать? Мы ведь в Усть-Большевецке эти работы уже начинали. Сам Усть-Большевецкий у нас сегодня приведен в порядок. Как раз по программе благоустройства. Да, да, по программе благоустройства. И думаю, что в 2018 году с завершением проектирования, к 2019 году, мы начнем работы на трассе Усть-Большевецкой. Я думаю, что это будет 2019-2020 год. Я думаю, что за эту работу будут благодарны не только жители района, но и рыбаки, которые туда ездят. Ну, знаете, значит, есть мнение некоторых наших работников контрольно-надзорных органов, что не надо делать, не надо асфальтировать. Увеличится поток людей, которые будут... Ну, это шутка, конечно. Ну, больше будут проверить. Вы знаете, рыбака, настоящего рыбака не остановят. Я знаю, я знаю. Нам режиссеры сообщают, что есть на линии звонок. Давайте послушаем, что за вопросы у жителей нашего края. Здравствуйте. Вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста, и ваши вопросы к губернатору. Добрый день, Владимир Иванович. Меня зовут Лидия Григорьевна Балахнина. Вот. У меня такой вот вопрос. В 2010 году, в конце года, я лично встречалась с Яровой Ириной Анатольевной. И потом в 2011 году начались письменные обращения. По поводу тротуара с остановки Кооперативный техникум в сторону Свероглазки. Живем мы в доме Ленинградская-1. И вот с 2011 года у нас только переписка. Были комиссии приезжали. Был и Зайцев. Был и Ваненко. Целой группой. Были архитекторы. Походят, посмотрят, обещают. Что нам сделают и тротуар, и лестницу вниз к дому. Так как у нас нет спуска к дому. Дорога в сторону Свероглазки ограничена у нас. Она узкая. Там у нас с одной стороны барьер бетонный. С другой стороны стоит отбойник. Если что случится, нам деваться некуда. У нас здесь студенческий городок. Стоят по обе стороны машины. Приезжают студенты. Нам приходится ходить посредине улицы. Значит, у нас вот в сентябре влетела машина в отбойник. 10 октября у нас попал с нашего дома, попал ребенок в аварию. Лежал больше месяца в больнице. Сейчас на костылях. Сложно перелом у ребенка. Куда обращаться? Как? Уже писали. Было телевидение. Писала газета. Комиссии. Я звонила Путину дважды на прямой линии. Но ничего не делается. Как нам жить? Как себя обезопасить? Пожалуйста, помогите нам. Другого выхода у нас нет. Нам негде ходить. Спасибо вам за вопрос. Посмотрите. Лидия Григорьевна, вы обратились туда, куда нужно. Наконец-то. Надо было, да. Я не знаю, в чем проблема. Сейчас не знаю. В этот конкретный момент. Что там нельзя сделать тротуар и лестницу. Я вам обещаю, что мы это сделаем. Или найдем решение для того, чтобы никто не попадал в какие-то аварийные ситуации. Время сейчас какое-то возьмем, для того, чтобы просто понять, что там необходимо. Я послушаю главу города. Но еще не сомневайтесь в том, что мы там решение найдем и сделаем, чтобы вам было там удобно на Ленинградской 11. Хорошо? Спасибо вам. Но там не только на Ленинградской 11. В принципе, Серогласкинская дорога, она вся вот такая. Не, не стали появляться. Там лучше, там становится лучше. Если это, который их дали в Тузу дом. На повороте дом. Но с тротуарами, там для пешеходов, там действительно сложно. Вот я водитель, я говорю, я всегда боюсь за пешеходов. Там снизу-то делали, тротуары вот на Крючевскую. Лидия Григорьевна, сделаем. Есть сложные участки, да. У нас город так расположен. Там действительно есть много сложных участков, где невозможно иногда сделать ни тротуар, ни лестницу. Вот есть такие. Но здесь, если тут уже обжитой-то район, старый район. Если там раньше что-то было, это разрушили и не восстановили, вот это самое плохое. А если там невозможно просто это было сделать, ну тогда надо какое-то решение найти. Люди-то чего страдают, почему должны. Вот и все. Спасибо, Владимир Владимирович. Я и думаю, что там какие-то миллиарды нужны, значит, для того, чтобы эту проблему разрешить. Там участок-то небольшой, про который идет речь, я думаю, что это небольшой участок. Спасибо, Владимир Владимирович. И, как Залина уже говорила, сегодня очень активно работает площадка в Елизово. Она у нас осталась одна, поскольку, напомню, что в Петропавловске мы площадку по погодным условиям закрыли. На площадь ехать не надо, площадка не работает, потому что на Камчатке уже начинается пурга. Зато в Елизово погода хорошая, и там работает наш корреспондент Михаил Рудько. Спасибо, коллеги. Мы продолжаем принимать вопросы от елизовчан. И следующий вопрос очень актуален для Камчатки. Он касается сохранения водных биоресурсов. Представьте, пожалуйста, как вас зовут? Юрий Николаевич, проживаю в Елизовском районе. У меня к вам, Владимир Владимирович, больше не вопрос, а просьба. В данный момент в Петропавловской зоне сложилась такая ситуация, конкретно в поселке Овачи. И прилегающая водная зона, это залив широкий, и прилегающие протоки. Творится массовое браконьерство. На данный момент уничтожается тотальное, просто идет уничтожение корешки-зубатки, малорота и наваги. Вот просьба к вам оказать содействие по борьбе с этим явлением. И обязательно Российский острый год создать мобильные группы, которые будут работать не только днем, но и ночью. Так как с наступлением темного времени суток, количество браконьерских сетей подлёдных увеличится в 3-4 раза. У меня всё. Спасибо, Юрий Николаевич, за ваш вопрос. Да, Юрий Николаевич, я разделяю вашу озабоченность. Вы знаете, мы в течение последних 2-3 лет совместно с правоохранительным органом большую работу проводим. Я понимаю, что с этим злом на Камчатке справиться полностью невозможно. Но максимально его убрать, это под силу. И я должен сказать, что определённый результат там есть. Но всё, что касается Авачи и этого места. Там правда, там место такое, браконьерское. Там в гаражах очень много чего творится. Там два года занимались и занимаются и силовики этим вопросом. Но то, что касается нынешней ситуации, сегодня буквально сформулирую поручение в адрес всех этих надзорных органов, с тем, чтобы они необходимую работу в этом месте провели. Владимир Владимирович, а что касается браконьерства в цену по Камчатке, если говорить, сегодня эта проблема остаётся острой для региона? Особенно, я так думаю, что вперёд после села. Вы знаете, я должен констатировать, что определённых успехов в этой работе специалисты Севостроввода и Береговая охрана достигли. Это правда. Но вместе с тем она остаётся для нас очень такой серьёзной, больной проблемой. Я не так давно выступал на заседании комиссии по незаконному оборуду промышленной продукции. И мы как раз говорили о том, что важно сегодня на всех этапах следования этой браконьерской продукции по возможности пресекать её движение. У нас ведь сегодня что получается? Человек поймал, дальше эту продукцию доставить нужно, допустим, в Петерапаловск, туда с побережья. Вот тот, кто её перевозит, он ни за что не отвечает. Мы как раз вышли с предложениями о том, что, коль ты перевозчик, везёшь, ты тоже отвечаешь. Ты такой же соучастник, значит, как и тот, кто это поймал. И дальше пошла реализация. Мы буквально на последнем седании Координационного совета как раз этот вопрос обсуждали, уже вопрос о реализации. Ведь по нашим рынкам пройтись. Документы показывают. Показывают. На одну рыбу. Да, если документы посмотреть, конечно. Об этом как раз и говорили специалисты Росельхознадзора и специалисты Роспотребнадзора. О том, что документы есть, но сегодня и случаи такие выявляются, но последствия не наступают. То есть там сегодня в соответствии с действующим законодательством практически предъявить им ничего. Там штраф минимальный, значит, и люди продолжают этим же заниматься. Поэтому, конечно, наше предложение мы уже целый пакет отправляли, значит, туда на федеральную площадку с тем, чтобы внесли необходимые, значит, изменения в действующие законодательства, чтобы можно было на всех этапах следования этой продукции, значит, тех, кто этим занимается, наказывать. Тогда можно, ну, действительно очень так, серьезно повлиять на эту ситуацию. Ну, ведь сейчас в понедельник я пригласил руководителя Росельхознадзора к себе об этом поговорить. Проблема в аэропорту. Отправка сегодня икры, ну, браконьерской, по всей видимости, то страдала от этого Почта России, потому что там огромными, значит, объемами. Сейчас через аэропорт просто отправляют груз, икру, и невозможно остановить. То есть проблема действительно очень большая. Вот, но, знаете, что приятно вообще во всем этом вопросе, то, что те большие, в основном, это большие рыбацкие компании, которые работают в Белую, вот, они сами стали вот этим проблемой, этим вопросом заниматься, они на местах уже пресекают, ведь на некоторых реках сегодня браконьерства нет. Они дружины, да, какие-то организовывают? Ну, да, там, да, дружинники, их можно как угодно называть, вот, но эффект действительно есть, и на этих реках браконьеры эти реки стороной обходят, зная, что туда, значит, лучше не ходить, накажут. Вот, и это действует, это я про ремень говорил, значит, и про портки спущенные. Вот там, примерно, такая методика применяется, и она очень эффективна. Вот, понятно, что это частные случаи, вот, но в целом сегодня на Камчатке проблема браконьерства существует, и, еще раз говорю, те усилия, которые прилагаются, особенно во время путины, сего сраба, они, правда, большие, береговые охраны, береговая охрана очень много делает, но этого явно сегодня недостаточно, мы это понимаем, до тех пор пока, ведь, посмотрите, река Авача вырезана была, вот, два года там, значит, поработали, в этом году рыба появилась. И вот есть некие, значит, сегодня участки, где действия вот подобные, запретные, они принесли свой результат. И поэтому, конечно, до тех пор пока, ну, люди не поймут, те, кто занимается этим бизнесом, что это вещь достаточно серьезно наказуемая, вот, это будет продолжаться. Но ведь здесь действительно великое общественное мнение. Порицание, общественное порицание. Безусловно, но, ну, помните, где-то была такая картинка, мужик в тельнике, два ведра, значит, с икрой, да, жизнь удалась, понимаете. Вот, я не хочу, чтобы сегодня Камчатку лицетворяли вот сюда, да, с такими людьми. Нам действительно здесь есть с чем бороться. Я уже приводил случай, мы в поездке по северам, это года два назад было, река в районе, значит, Эльпыря, мы пролетали, но горы рыбы потрошенной. У нас на большой такой. И вот они, и браконьеры, они на катере, значит, вот по реке им, а что им? Их потом наказали, их нашли, наказали. Вот, но это же сегодня, ну, в разряд даже какого-то геройства вошло, что вот они такие реки. Плохо это очень. Вред огромный наносят сегодня рекам. Вот, ведь недаром с промышленниками ассоциаций здесь вот на западном побережье, в районе Озерной, мы в этом году говорили, дело не только в жаберных сетях, о чем речь шла, а речь шла о том, что на реках нужно проводить охранные мероприятия, и нужно давать реке отдохнуть, это, иначе, иначе правда. Но это природа, это природа. Безусловно. И поэтому, ведь вы знаете, вот эти вопросы, вот понимание, вернее, даже у нашего рыбацкого сообщества, еще 3-4 года назад, об этом даже говорить нельзя было, а сейчас уже есть понимание о том, что да, этой проблемой надо заниматься. Они уже это сами понимают. Да, и на самом деле, и браконьеры уже не такие герои. Да, 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 что там на Сахарине, ведь действительно, рыбы нет, выбери все. Так что вот здесь, друзья мои, думаю, что с браконьерством, безусловно, надо бороться и заниматься этим всем на всех уровнях, не только власти и нашего общества, для того, чтобы был какой-то эффект. Владимир Иванович, у нас осталось буквально 5 минут эфира, но режиссер говорит, что есть телефонный звонок, попробуем успеть принять. Давайте попробуем. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Талапина Марьяна. Марьяна, ваш вопрос. Владимир Иванович, вопрос следующий. О безопасности наших детей при походе в школу. Школа номер 12. Дети идут по нерегулируемому пешеходному переходу от улицы Океанская 61 в 12-ю школу. Ниже, получается, установили нам светофор с кнопкой. Жителями, то есть это был очень наблюжший вопрос, поднимался на всех уровнях. Короче, светофор поставили. Светофор дома этого упирается в никуда. То есть там нет, ну дети от школы перешли дорогу и идут по обочине. Нет тротуара. Чтобы подняться к улице Океанская 61, мой сын лично поднимается по сопке, по тропиночке, которую накоптали дети себе сами. То есть ни дорожки, ни лестницы, ничего нет. То есть перешел дорогу, пошел по обочине, по сопке к своему дому. Никакой безопасности абсолютно не предусмотрено. То есть поставили светофор никуда. У Океанская 61 вообще ни светофора, ничего. То есть дорога вот эта вот у нас огромная, вы знаете, единственная, на которой машины носятся. Я каждое утро, три года вынуждена ребенка водить, забирать. Вот обратно, только он у меня возвращается через этот светофор. Пожалуйста, поднимите этот вопрос, приедьте, посмотрите на месте. Ну это просто безобразие полнейшее. Спасибо огромное. Спасибо, Марьяна, за ваш вопрос. Хорошо, Монечка, обязательно посмотрим. Если там, да не если там, надо просто ситуацию к лучшему изменить и все. Я думаю, что городские власти этот вопрос тоже услышали. И ну давайте во вторник как-то мне поясните. Может быть давайте действительно вместе проедем, посмотрим, что там необходимо сделать для того, чтобы ребятишки были в безопасности. Виталий Ильич, я надеюсь, вы там услышали меня. Хорошо? Предложение подготовки на этот счет, что там необходимо сделать. Если наша помощь какая-то нужна, значит, мы обязательно поможем. Хорошо? Спасибо. Владимир Иванович, ну наш эфир, к сожалению, завершается. У нас осталось буквально там несколько минут, две-три минуты, да? Позвольте задать вопрос, который, ну нельзя оставить без внимания. Я говорю сейчас о главном политическом событии этого месяца. Точнее о главном политическом событии, так сказать, следующего года и о событии этого месяца, когда Владимир Владимирович Путин заявил о том, что он будет участвовать в выборах президента. Ну вот как бы вы могли прокомментировать вот это заявление? Ну, я рад тому, что Владимир Владимирович Путин объявил о своем участии в выборах президента. Я это говорю и как человек, как гражданин Российской Федерации, как губернатор, который работает в составе команды нашего президента уже долгие годы. Это человек, благодаря которому сегодня развивается Дальний Восток. Вот мы получили огромный импульс благодаря тем решениям, которые он принял. Вы знаете, я ведь сегодня даже не вспомнил вопроса, который не был им поддержан. То, что касается развития страны или какой-то территории. И об этом говорят мои коллеги. Поэтому я полагаю, что в нынешней ситуации России без Путина быть не может. И я горжусь, что у нас такой президент. И я очень хочу, чтобы, вернее, не то, что хочу, я уверен, что на выборах он обязательно победит. И население нашей большой, великой страны, и Камчатки, в частности, этого человека поддержит. И я хочу всем пожелать мудрости в принятии этого решения. Вот, наверное, и так. Кандидаты есть разные, да. Спасибо, Владимир Иванович. В завершении программы, у нас программа завершается, осталась буквально сейчас ровно минута. Поэтому хотелось бы поблагодарить вас за то, что нашли время в своем плотном графике, за то, что пришли и ответили сегодня на вопросы, ну, на все вопросы, которые успели мы сегодня в рамках эфира ответить. Хотел бы поблагодарить еще наших коллег, журналистов, которые работали на наших площадках. Это журналисты информационного агентства «Камчатка» и журналистов, и вообще ГТРК «Камчатка» в целом. Хотел бы поблагодарить за организацию эфира. Спасибо вам большое, коллеги. Я думаю, что стоит напомнить, что все вопросы, которые поступили на линию сегодня в прямом эфире, это было немало звонков, и видео-вопросы из площадок открытых, и на интернет-сервис много очень поступило вопросов. Все эти вопросы получат письменный ответ, потому что это все расценивается как официальное обращение к главе региона. Так что ждите ответа. Коллеги, ну, я тоже хочу всем сказать огромное спасибо за сегодняшнюю работу. Я надеюсь, что те вопросы, которые прозвучали, и ответы на них, они найдут обязательно отклик в душах и сердцах наших камчатцев. Ну, и всем хочу пожелать успехов и преодолеть очередную пургу, которая будет городским властям справиться с этими заносами, с тем, чтобы у наших горожан в выходные дни было хорошее настроение. Спасибо, до свидания. Всего доброго, до свидания.